Тоже, в том числе. Так, ну хорошо. Значит, начну я с нескольких оговорок, как обычно. Значит, первая оговорка такая, что основные идеи... Основные идеи мои в данном случае. То есть, я приглашаю вас их проанализировать и оспорить, то что называется. Вот. И я сразу скажу, что это не истинно в последней инстанции, потому что я знаю другие подходы, то есть, минимум один другой подход я знаю, про который я сегодня не буду говорить. Но просто я к тому, что можно смотреть с разных сторон, так сказать, натуру, это понятно, и 70 лико-футуро. Вот. Поэтому не то, что там это единственный возможный подход. И более того, то, что, как бы, актуализация тура, это всегда некоторая спекуляция. По простой причине, что у нас нет авторитетов, которые об этом говорят. Да, то есть, мы там ссылаемся на авторитетов, которые там когда-то жили и, соответственно, говорили о каких-то вещах, которые близки им, да. Теперь. Есть еще один аспект, очень важный, да, на самом деле. Что мудрецы, в отличие от нас, они видели духовные корни вещей. И поэтому они понимали, о чем они говорят, в отличие от нас. Да, то есть, когда человек видит духовные корни вещей, то он понимает, что происходит. И если он знает, ну, есть мудрецы, которые понимают, как управляется мир, да, то, что называется масса меркала, то есть, способ управления миром, да, его не учат, да. Есть Мишна, которая говорит о том, что нельзя изучать вот то, как управляется мир, что этот человек должен дойти сам. Да, ну, известная Мишна, да, что кровосмешение не учат втроем, соответственно, масса бы решить, то есть, сотворение мира не изучают вдвоем, не изучают двум, не преподают ученикам, а вот эта масса меркала, вот это управление миром, не преподают даже одному, да. А дальше, что говорится, что посвященным дают начало глав, да, то есть, порядок познания, он важен, да. И поэтому тем, кто находится на уровне, им, чтобы они не сбились, не пришли к неправильным выводам, дают оглавление, то, что называется, да, дают определенный порядок начала глав, и дальше они уже в соответствии с этим уже могут сами дойти. То есть, иными словами, вот это вот, то, как управляется мир, это не преподают. Это человек должен дойти сам до этого, если он много учился и много, так сказать, познал и так далее, в какой-то момент у него там озаряется, да, какое-то озарение он получает, или же, соответственно, он получается выше, там, какой-то, ну, собственно, то же самое. Да, он получается выше какой-то, там, есть то, что говорят, что Илья Уханави, там, приходит, начинает что-то рассказывать, там, да, то есть есть разные уровни, так сказать, контакта, да, есть пророчества, есть, там, Илья Уханави, а есть Батколь, там, и разные, да, разные критерии, разные градации, точнее, соответственно, мудрецы, они находятся наверху. Соответственно, те, кто познали вот это, поняли, как управляется мир, да, они в состоянии увидеть в событиях, которые происходят с нами, да, они в состоянии увидеть, проследить цепочку от духовных корней до низа, да, до нас. Вот, значит, мы, так сказать, не находимся на этом уровне, по крайней мере, я, да, вот, поэтому тут есть некоторая загвоздка, значит, вот, если вы посмотрите, зайдете в этот ивент в фейсбуке, значит, который Ирис открыл, значит, там написал один парень, комментарий, парень, который изучал Бальс Лама, так сказать, такой, ашлагист, я не знаю, как назвать, значит, написал там точку зрения, там, какого-то Рава, значит, который заключается в том, что тот, кто не видит духовных корней, тому, в общем, нет смысла трактовать события, которые происходят с нами, да, потому что он все равно ничего не видит, как бы, что, тот, кто видит, тот может трактовать, а кто не видит, он находится в потемках, так сказать, и чего, собственно, нет смысла, вот, значит, это известная точка зрения, действительно, Бальс Лама, но, скажем так, мне она очень претит, лично мне, лично мне она очень претит, я учился, я, ну, так сказать, я не могу себя назвать Талмитхахаум, да, но, скажем так, я учился у Равинов, которые являются учениками Маниту, Маниту, это большой ученик-каббалист в нашем времени, так сказать, он умер, там, 90-каком-то там году, он, да, значит, Рав Иудалио Нашкенази, да, Маниту, это его прозвище, там, во французских скаутах, да, да, это он и есть, Маниту, это его прозвище, которое ему дали во французских скаутах, там, что-то есть, Типобная Акила местная, да, во Франции, там он получил это прозвище Маниту, вот, соответственно, он сам сын главного раввина Алжира, который происходит, его там какой-то, он потомок ученика Аризаля, да, то есть у них в семье проходит, как бы, традиция кабалы, да, определенная, то есть он каббалист, вот, так он трактовал политические события, да, это я читал этого его книга, да, вот, и читал его книгах, и слышал это там и того же Рава Шерке, значит, которого я много лет слушал уроки, и еще периодически хожу к Рау Вайнгурту, это тоже его ученик, короче говоря, значит, не знаю, конечно, можно сказать, что Маниту он такой вот, человек, который видит духовные корни, поэтому он себе это позволял, но так или иначе, я вижу, что раввина себе это позволяет делать, вот, то есть я, как бы, не то, что я не ставлю себя на их уровень, это понятно, но просто мне, почему это претит, такая точка зрения, потому что у меня подход, не только у меня, как бы, я вижу у раввинов такой подход, и я считаю, что не есть на кого опереться, что называется, что если люди не актуализируют Тору, то она остается абсолютно бессмысленной, на самом деле, она абсолютно, она абстрактна, то есть можно изучать Кабалу, можно изучать какие-то там абстрактные схемы, но если нету какой-то привязки к нашей жизни, реальной какой-то привязки, то это все просто теряет смысл абсолютно, мало того, что теряет смысл, это превращается в противоположность, то есть ведь мадрецы сказали, что если люди изучают Тору не для того, чтобы ее соблюдать, да, то она превращается для них в эликсир смерти, так они это сказали, да, то есть вместо того, чтобы быть древом жизни, да, они, так сказать, наоборот, то есть почему, потому что человек отрывает эти знания свои от реальности, так сказать, вот от жизни, да, и разрыв происходит, разрыв-то еще такой же, как между душой и телом, там, так далее, гневом, землей и прочее, да, ну да, то есть тут, ну, в принципе, да, да, конечно, да, то есть, в принципе, понятно, что... Ну, для этого у нас есть голоха, да, так сказать, споры спорами, а голоха, так сказать, она установлена когда-то, и это как бы общее место, да, почему она установлена, именно потому что нужно каким-то образом спустить Тору вниз на землю, да, то есть спроецировать ее сюда на какие-то конкретные действия, да, вот, то есть, ну, опять-таки, ну, мы можем понять, что если сказано не убей, а человек убивает, то от того, что он изучает Тору, или там он каждый раз, когда он идет на очередной грабеж, он молится, чтобы его, так сказать, не поймала полиция, но вы понимаете, как бы, это немножечко разрыв некоторых происходит, да, это другое дело, как бы, если он убивает для того, чтобы, ну, понятно, да, это другая ситуация, конечно, вот, поэтому я считаю очень важным связку это делать, каждый на своем уровне, как понятно, да, я не могу прыгнуть выше потолка, но, тем не менее, я считаю важным эту актуализацию делать, вот, теперь, еще одна вещь, значит, я так понял из разных уроков, что не принято, как бы, раскрывать будущее, да, то есть, если даже человек понял, так сказать, что там произойдет в дальнейшем, да, я не могу про себя сказать, что я понял, но даже когда человек понял, так сказать, не принято раскрывать будущее, да, то есть, что, собственно, раскрывать, если творец это скрыл, да, если творец не написал в Туре это открытым текстом, скажем, да, значит, у него были причины это скрывать. Ну, скажем, кругу друзей, можно же раскрывать. А как определить, это действительно, это или нет, то есть, допустим, что-то открылось, да, как предположить, что-то, это действительно открылось или это просто, ну, не знаю. Я не знаю, как, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я понимаю, что любое такое открытие, это озарение, это очевидно, то есть, человек ощущает вспышку, насколько эта вспышка является истиной, я не знаю, понимаете. Да, ну, или видит корни, вот, честно, сейчас я приехала, хотя она сказала про Раби Милибавич, я как-то, что со мной, что когда он стал, только было в назначение, получил, еще никто не знал, он пригласил Раби Милибавича, который его поздравил, не знал, и рассказала ему, как будут развиваться архитский терроризм, ну, что-то будет такое-такое-такое, я не знаю, может, я знаю, как-то. Он сказал, это была самая секомаршема моей жизни, и он, например, на это все описал, был очень удах, и говорил ему, как мы должны с этим бороться, как-то, как в Даговице, там, и так далее, ну, то есть, и он сказал, после где-то 4-5 месяцев, после этого, это началось случаться. В общем, это, когда происходит озарение, чтобы мы все поняли, поделись, мы подумаем правильное дело. Надо открыть, как-то, вот, за позарение. Вначале, смотрите, значит, к чему я это все говорю, я к тому говорю, что сегодня я вам расскажу, у меня случилось озарение, ну, по поводу прошлого. А, ну, тоже интересно. Вот, по поводу будущего у меня есть какие-то, так сказать, смутные предположения, там, мнения, но я так понял, что нам лучше, так сказать, доживем мы скоро, да, до этих событий, и тогда все узнаем. А потом у тебя будет зрение прошедшим, да? Да, будет еще раз поднимать. Ну, хорошо, ладно. Значит, это, что касается предыстории, дисклеймерная, как это называется. Так, теперь, значит, я сразу напомню то, что мы уже обсуждали когда-то, ну, потому что, значит, та тема, которую мы сегодня будем обсуждать, уже поднималась не один раз, на самом деле, как я рассказывал на эту тему. Но на этот раз я решил немножко глубже копнуть. Вот, и может быть, это хорошо, что мы этого уже касались, потому что, если материал, так сказать, несколько раз повторяется, то он лучше ложится и понятнее, о чем идет разговор. Значит, в нашей интельной главе «Хукат», да, кроме всего прочего, кроме там «Красной коровы» и так далее, значит, где-то в середине идет речь о том, что, значит, Моше получил задание разговаривать со скалой, да, вместо этого он, значит, ударил по ней, и за это он не вошел в землю. И, значит, все задаются вопросом, что как же так, за такой, в общем-то, незначительный грех, значит, такое серьезное наказание. Значит, мы с вами уже обсуждали это раньше, я просто напомню, как некую затравку, да, что на самом деле подобная ситуация в той уже описана до того, да, то есть, когда только вышли из Египта, тоже была ситуация, когда не было воды, и Моше тоже получил задание, значит, извлечь воду, но первый раз он получил задание именно ударить с пускали. Давайте попробуем это прочитать, где-то у нас здесь это должно быть. Значит, это на листочке, где вот три кусочка, то есть, на листочке, где маленький текст. Вот, значит, глава семнадцатая, да, там вот номер семнадцатый ставит. Есть у всех. Значит, написано так. «И двинулась в всеобщество сынов Израиля из пустыни Син в странствие с Ваи, по слову Бога, и расположилась в Тану в Рафидиме». Да, Рафидим – это место, где Амалек потом, да. «И не было воды, чтобы пить народу, и ссорился народ с Моше, и говорили, дай нам воды, чтобы пить нам. И сказала Моше, что вы ссоритесь со мной, для чего вы испытываете Бога? «И жаждал там народ воды, и раптал народ на Моше, и говорил, зачем ты вывел нас из Египта, чтобы уморить меня и детей моих, и скот мой жаждой? И возопил Моше к Богу, говоря, что мне делать с этим народом? Еще немного, и они побьют меня камнями. И сказал Бог, обращаясь к Моше, пройди перед народом и возьми с собой из старейшин Израиля, обратите внимание, да, из старейшин возьми, и свой посох, которым ты поразил Нил, возьми в руку свою и пойди. Куда? «И вот я стою перед тобой там, на скале в Хореве». Что такое в Хореве? Синай, совершенно верно. Синай. То есть они еще не пришли к горе Синай, обратите внимание, они находятся в Рафидим. Да? Они находятся в Рафидим. Моше должен взять старейшин и вместе с ними пойти к горе Синай. Неблизкий путь. Даже если близкий, все равно, как бы, это странно, да, еще Тору не получили. Он должен туда прийти. То есть творец ему говорит, вот я стою перед тобой там на скале в Хореве, а ты ударишь по скале, и польется вода из нее, и будет пить народ. И сделал так Моше на глазах у старейшин Израиля. И назвал то место испытания и раздоры из-за ссоры сынов Израиля, и потому что они искали, испытывали Бога, говоря, есть ли Бог среди нас или нет. Обратите внимание. Получается, что они говорили, есть ли Бог среди нас или нет, в качестве вот этих вот раздоров, да? То есть, как бы, вот по вот этому тексту, который мы сейчас прочитали, это не то, что он пошел там и ударил, потекла вода, да? А он как рассказывает о том, что произошло, да? И говорит, и назвал это место испытания и раздоры из-за ссоры сынов Израиля, потому что они испытывали Бога, говоря, есть ли Бог среди нас или нет. То есть, получается, что они это делали, они испытывали Бога, что называется, и на вот этой почве была вся вот эта история с водой, да? То есть, пить они не хотели. А тут не написано, что они пили, обратите внимание. Вообще ни слова про то, что они пили. Ни слова. И пить хотели, я вижу, нет. А, но они пили. Я не знаю. Потому что вода и пил народ, разве нет? Нету. В том-то и дело, что нет. Понимаешь, творец говорит, и ты ударишь по скале, и польется вода из нее, и будет пить народ. Да, окей, а потом? И ничего. То есть, творец сказал, мы исходим из того, что, наверное, так оно и было, раз он сказал, да? Но это не написано. Но с физической точки зрения здесь нет логики. Если люди здесь, и они хотят пить, ударь здесь, чтобы они попили. Иди куда-то и ударь. Абсолютно. Пока вода докечет, и что старейшины наберут по кувшинчику с 500 людях. Это не логично. Идти куда-то, чтобы люди пили здесь. Абсолютно. Абсолютно. Более того, значит, тут сказано, что перед глазами старейшина ты сделаешь. И дальше ничего не говорится больше, да? То есть, как бы, очень странная ситуация, на самом деле, да? Ну, может, и в Западе, и в Парану, и в Чири. Ну, наверное, да. Но ни слова про это не сказано. Это удивительно, что ни слова про это не сказано. Могли сказать, и стало так, ну, не знаю, хоть что-нибудь, да? Хоть как-то намекнуть, что действительно это произошло. Нет. То есть, они возмущались, что нет воды. Когда нам сказали, что вода есть, все успокоились. А пить? А мы не хотели пить. Мы просто сказали, что нет. А что, спросить нельзя? А что спросить, да, совершенно верно. То есть, это очень странная ситуация, на самом деле. Ну, в начале ты как раз читал, что ты нас хочешь уморить, уморить меня, детей моих, и все, потому что они об этом говорят. Да, совершенно верно. Не хотели? Да, совершенно верно. Вот. это первое, да, и послушайте, что происходит дальше. И пришел Амалек, да, и пришел Амалек, и стал воевать с Израилем в Рафидиме. Ну, и дальше я не буду читать, там выходит Яшуа и так далее. То есть, обратите внимание, когда есть раздор, да, когда они говорят, есть Бог среди нас или нет, приходит Амалек. Это известное правило. Это известное правило, что Амалек по гематрии сафек, сомнения, да, что когда есть два варианта, либо туда, либо сюда, когда есть сомнения, что из этого выбрать, то есть, есть раздорными словами, вот в этот момент приходит Амалек. Это известная вещь. И получается, что в этой ситуации, как бы, чтобы спасти ситуацию, Муше должен добыть воду. Окей? Нет, Миш, наоборот, извини, как раз то, что было добыто вода, не спасло ситуацию, не спасло. А пришел, Амалек. Совершенно верно, да, но пришел-то он из раздора, да? Да, но это не спасло. Не спасло, совершенно верно, эту ситуацию не спасло. Вот, это очень важный вывод. Совершенно верно. Теперь давайте посмотрим, что написано у нас, в нашей недельной главе. Потому что не надо было далеко ходить. Другой листочек, да? И пришли сыны Израиля, вся община в пустыню Цинн. Там была Синн, а здесь Цинн. Не знаю, в чем разница. В первый месяц остановился народ в Кадеша, и умерла там Мирьям, и там же была погребена, и не было воды для общины. Значит, я сразу скажу, что мудрецы говорят, что вот отсюда, они делают вывод, что вот этот колодец Мирьям знаменитый, да, что он был в честь Мирьям, потому что это рядом написано, да, как только она умерла, так же сразу написано, что не было воды. И отсюда они это учат, да? Ну, хорошо, пошли дальше. И спорил народ с Моше, и сказали, так, о, если бы умерли тогда и мы, как умерли братья наши перед Господом. И зачем привели общество Господне в эту пустыню, чтобы верить нам здесь и скоту нашему? То есть, то же самое примерно, что там, ну, плюс-минус, да? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привезти нас в это дурное место, место, лишенное посева и смоковницы, винограды и гранатовых яблок и воды не для питья? И отошел Моше и Аарон от народа ко входу шатра соборного и пали на лица свои и явился им слава Господне. Господь сказал, Моше говоря, возьми посох, снова посох, да? Зачем? Зачем нужен посох? Рамбан говорит, ну, понятно, что вы бить по скале, но просто так не берут посох. Возьми посох и созови общину, ты и Аарон, брат твой, и скажите скале перед глазами их, чтобы дала она из себя воду. Извлечешь ты для них воду из скалы и напоешь общину из скотых. И взял Моше посох, бывший перед Господом, как он повелел ему. Обратите внимание, как он повелел ему. То есть, до сих пор все в порядке. Правильно? Все нормально, как он повелел, так он и берет. И созвали Моше и Аарон общество к скале. А что за скала? Синцин? А? Синцин? Нет, Синцин это пустыня, пустыня называется. Значит, к скале... Тоже хоро, это уже не хоро. Естественно, естественно, та же скала, конечно, конечно. Да, но в тексте, у меня тут нету еврейского текста, там будет определенный артикль. То есть, это конкретная скала, это не абстрактная скала, это вполне конкретная скала. На иврите эгоисты? Да, у меня нету самой, но наверняка есть. Не надо, время жил. Мы тебе верим. Мы верим. Хотите, давайте проверим, действительно интересно. Не надо тебе верим, мы тебе верим. Значит, потому что это могла быть и колодец Мирьян, понимаешь? Так это оно и есть, конечно. Ну, сейчас дойдем, сейчас дойдем. Сейчас дойдем. Хорошо. И взял Маша посох, бывший перед Господом, как он повелел ему, и созвали Маша Аарон общество к скале, и сказали им, слушайте же, непокорные, он говорит, хамурим, да, хамурим, это учителя, непокорные, это, ну, как сказать, это слово мэри, да, мэри, это горький, да? Нет, не только горький, это непокорность, это восстание, да, непоминовение. Да, то есть, непокорные, это правильный перевод, в том числе, да, мэри, бил те олень, да, к слову о событиях, хамаши. И скалы ли этой, извлечь, нам извлечь для вас воду, искалы ли этой, да, этой, и поднял Маша руку, что? И поднял Маша руку свою, и ударил по скале посохом своим дважды, и подосекло много воды, и пила, в этот раз сказано, и пила общины из котых, да, в этот раз они пили, да, и дальше, казалось бы, все хорошо, да, и Господь сказал Маша Аарону, за то, что вы не поверили мне, и не явили святость мою перед очами сынов Израиля, не ведете в общество этого в землю, которую я дал им. Обратите внимание, что Аарон тут тоже включен. Творец во множественном числе говорит, вы, Маша Аарон, да, и сказал Маша Аарону, за то, что вы не поверили, и так далее, вы не войдете, то есть, и тот, и другой не входят в землю по этому случаю, да, казалось бы, Аарон тут причем, он вообще ничего не делал, да, он вообще был, папочка, да, вот именно за это его и не впустили, да, за то, что он не сделал ничего, да, это место будет названо Мэймарива, то есть, вода распри, да, Мэймарива, вода распри, да, где спорили сыны Израиля с Господом, и он явил им святы свою, да, спрашивается, не, кто с ним спорил, кто с ним спорил, спорили с Морж, он не спорил, доп. сказал Морг, значит, и Морг, написано спорили, значит, спорили, значит, обратите внимание, тут тоже был спор, правильно, мы только что сказали, что когда происходит спор, то что? Амалек, Амалек, и где Амалек? Нету. Как это нету? Как это нету? Смотрите, самый последний абзац внизу здесь, и услышал-ка на ней царь Арада, кто живет в Араде? Кто? Ифьёпы, и... Амалек? Коседей Гур. Коседей Гур. Это привязка к кистью, это живет называют. Сегодня уже они там не живут, они все приехали в Тель-Авив, в Браслый Гаммарив. Но это же писалось, да. Когда еще жили. Так, ну все-таки не амцель. в Араде, Арада и Амалек. Да, ты с Вараде. Американцев много в Араде живут. Кто? Американцы. Американцы? Нет, сейчас такое, сейчас черное, раньше жили, сейчас так. Нет, сейчас 7 место. Есть один. Мы уходим от тела. Да. А, Харди. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. Значит, очень странно, что здесь он называется Кнааней. Вот, но тем не менее, как бы мы знаем, что царь Арада это Амалек, конечно. Да. Вот, и услышал Кнааней царь Арада, живший на юге, что Израиль идет дорогой от Арима, и вступил он в сражение с Израилем, и захватил он у него пленных, и дал Израиле обет Господу, и сказал, «Если предаешь народ этот в руки мои, то разгромлю города их». И услышал Господь голос Израиля, предал Кнааней, поразгромили они их с городами. Дальше меня тут нету, но сказано там, что назвали это место Хурма, то есть Разгром, да, то есть, короче, разгромили. Вот. Хурма. От Хурма, говорится, до полной победы, до Разгрома. Вот. То есть, иными словами, Амалек здесь тоже присутствует в этой истории. Эта история абсолютно параллельна в этом плане. Теперь, значит, интересная вещь, да, что, казалось бы, то есть, казалось бы, вот этот Амалек, он не имеет отношения к истории, да, но мы видим, что он повторяется и там, и там. То есть, это неспроста. И даже тут, где нас, если оба пришли, как Амалек. Ну, все-таки, вот я говорю, спекуляции, все-таки не будем, это самое. Не будем огласить. Тут много всего в середине. Тут змеи кусали в середине. Так что, у нас большой простор для спекуляции. Так, ну, хорошо. Значит, я напомню, просто, что я говорил в прошлый раз. Значит, Тора вот в этом контексте описывает два поколения. Есть поколение выходцев из Египта, то бишь, рабов, ментально, и есть поколение, которое родилось уже в пустыне и выросло в пустыне. Это свободные люди. И вот именно эти свободные люди, они входят в землю, да. А рабы, как мы знаем, не вошли в землю, потому что испугались, как же мы там, так сказать, вот этот грех разведчиков известный, да, так сказать, все там плакали и так далее, и так далее. и вышло к Зора, так сказать, что все это поколение умрет в пустыне, да. То есть, если мы, так сказать, перефразируем то, что в Торе, на самом деле, не сказано, но, в общем, домыслям, то мы поймем, что с рабским сознанием невозможно войти в землю Израиля, да, потому что служить Творцу может только свободный человек. Это написано в Пасхальной Агаде, да, чтобы на их уровень, так сказать. То есть, раб не может служить Творцу. Это прямо сказано там в Гемаре и так далее, да, что мы рабы Всевышнего, а не рабы рабов, да. А если мы там остались рабами Ахашвироша, скажем, в Пурием, то мы не говорим Галель по этому поводу, да, потому что невозможно сказать... Рабы евреи освобождены от многих месводов. Да, да, именно поэтому. Именно потому что они как бы не свободны, у них нет свободы выбора, да. Да, рабы евреи освобождены от многих месводов. Он не может сказать хозяину, ты извини, мне сейчас надо эти фили накладывать или у меня шахари. Он не нахадывает фили. А что это было Аллахаб? Или это кто? Ну, Аллахаб, это понятно, потому что... В том моде. Потому что человек, так сказать, который раб, он не... Он не... Он не возможно обязанность. Он не принадлежит себе. Невозможно обязать, его что-то сделать. Нет, просто никогда не любил. А раб определяется тем, что у него есть работодатель? Нет, раб определяется тем, что у него есть мастер. Мастер. Это мастер, это не работодатель. Нет, это не... Работодатель не является мастером. Ну, я имею в виду, он... Работодатель это... Не потому что он верит, что его хозяин бог. Он бронет, или там еще что-то. Он просто... Это принадлежность. Совсем другого типа. Суд обязал конкретного еврея совершенное преступление отработать у другого еврея. Ну, то есть тут... Мастер, это по-английски. А как по-русски? Есть по-русски? Хозяин. Хозяин или то слово? Хозяин тоже за то слово? Нет. Господин. Нет, потому что мастер... Никто не скажет по-английски мастер. Полячка, которая приезжала к Джериной маме убирать комнату, для нее Джерина мама не мастер. Окей. И она не может ее назвать. Она хозяин, но не мастер. Ну, не смысла работодателя, а в смысле господин, да? То есть, который... Господин, наверное, можно сказать. Наверное, более приключен. Так, ну, хорошо. нельзя быть... Мы надеялись, чем она там не делаете. Я тут как раз просила, человек, который сидит в тюрьме. Он тоже освобожден. Тоже сложно, конечно. По идее, он на раму. Даже если он не верит в этих всех, но его посадили и улыбку. Тяжело сказать, где оно. Конечно. В этом самом Галиле, да, говорится, рилу Авдеяшем, да, восхвалите рабы Всевышнего, да? И почему мы в Пуре не говорим о Галиле? Потому что остались рабами Ахашвироша и сказано в Талмуде, что рабы Ахашвироши не могут сказать восхвалите рабы Всевышнего, потому что ты не можешь быть слугой двух господ, так сказать. Нельзя быть рабом-то, это самое важное. У тебя мастер, он только один, его не может быть. Окей? Даже Костя Райкин не может быть. Слугой двух господ. Даже Райкин не может быть. Вот. Ну, хорошо. Как ноут в этом самом в классе. Да, да. Мастер у него один. Да, совершенно верно. Короче, что я хочу сказать, что есть два поколения, да? Первое поколение, это поколение рабов, 210 лет были в Египте в рабстве, соответственно, там куча поколений сменилась за это время, да? И те, кто вышли, они были рабы с самого рождения и до самого выхода. И от того, что они вышли на свободу, они, конечно, сделали колоссальный шаг вперед, да? То есть, ну, подумайте, для раба взять, зарезать с этого ягненка, который является идолом, символом, так сказать, Египта, да? Зарезать его, до того, еще мучить его, там, привязать к кровати, мучить его, там, несколько дней, а потом, значит, его кровью еще демонстративно помазать косяки снаружи, да? Это просто вызов бросит всему Египту, да? То есть, он, конечно, разорвал все узы Египта, это понятно. Но при этом выясняется, что вот эта рабская ментальность, она так быстро не выкорчевывается, да? От того, что они вышли на свободу, это не значит, что они стали свободными людьми, да? Ну, как мы любим говорить, что проще вытащить еврея из Галута, чем вытащить Галута из Еврея, да? Известная такая вещь. Вот. Значит, и, соответственно, вот эти люди, которые рабы, которые не видели ничего другого, кроме как египетского, так сказать, вот этого, вот этой пирамиды власти, да, они понимают только палку. Они понимают только палку. И поэтому в их поколении, когда нужно доставить, так сказать, воду, то сказано бить палкой. Это понятно. Да? А, вот, 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 ну, естественно. Вот откуда выражение из-под палки. Да, из-под палки, совершенно верно. Теперь, новое поколение, которое выросло уже в пустыне, это свободные люди. С ними нельзя из-под палки, потому что они этого не понимают, не только не понимают, они этого не терпят, абсолютно, да, ну, посмотрите, так, вокруг, да, молодежь. Какой из-под палки, так сказать, они совершенно не готовы, абсолютно. конечно, только убеждение. А? Вы до этого дошли сам? Ну, я до этого дошел сам, но это и мудрецы тоже говорят, так сказать, потом я это читал, и мудрецов тоже. Ну, это понятно, то есть, то, что Моисею после этого сказали, ты не войдешь в землю, в первую очередь, это значит, что ты не введешь в землю. Да, ведь сказано, что Яшуа введет в землю, а не Моше. Почему? Потому что ты не можешь быть лидером народа, если ты не понимаешь, ты не в состоянии, так сказать, руководить этим поколением, ты хорошо руководил предыдущим поколением, поколением рабов, потому что он сам вырос во дворце фараона, он, так сказать, понимал, как власть работает, да, и он привык к этой власти, так сказать, он понимает, как работает власть в Египте, понимаете? Он не понял, что это другие люди? Да? Не понял? Он то ли не понял, то ли не смог перестроиться, не знаю, как сказать. То ли его довели очень. Его еще довели. Такие его довели, то есть, еще поэтому, ну, я имею в виду, все свои либералии. Но ему было указание взять посок, так каково предназначение посока? Значит, тут целый ряд правданий можно привести. Его спровоцировали. Да. Это была провокация, что ты не знаешь. Это провокация, чтобы он понял, и не воспользовался. Значит, во-первых, во-первых, Муше и Арон сидели шиву по Мирьям. Да? Когда пришла, ввалилась эта толпа требовать воду, они сидели шиву, на секундочку. И поэтому они были в полном шоке, что несмотря на то, что они сидели шиву, тут просто наглость, так сказать, наглое вот это поколение прет, и им совершенно не важно, шива, не шива, давай нам воду, да? То есть, они в наглую пришли и стали требовать, и так далее. Почему он нам говорит учителя, да, что вы тут пришли нас учить, непокорные там и прочее? Потому что он не в состоянии просто совладать с этим, с этой наглостью вот этого нового поколения. Теперь, я забегая вперед, скажу, что на последнем листе трактата Соте там сказано, что перед приходом Маширха наглость возрастет, То есть, имеется в виду, что вот это вот поколение, которое должно войти в землю, да, оно жутко наглое, оно жутко наглое. И тут, что он говорит, там, Рафшерки, это я слышал, не знаю источник, но он это говорил, что то, что про Моисея сказано, что он самый скромный из людей, в данном случае, это не в его пользу, цитата, а наоборот. Потому что он не в состоянии совладать с этой наглостью. Понимаете? Рабы никогда себя так нагло не вели, потому что рабы прекрасно знают, где их место, и где место господина. Понимаете? А здесь они свободные люди, они, что нам, собственно, ну и что, что это у тебя шива? У нас гораздо более важная вещь, у нас воды нет. То есть они пришли, он говорит, да вы что, ребята, я сижу, они говорят, да тут сейчас мы все помрем, а ты тут сидишь в свою шиву, вставай, и... они где-то были правы. Откуда мы знаем? Откуда вы знаем? Откуда мы знаем? Потому что тварец-то ему говорит, иди и достанем воду. Значит, он согласился. 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 Согласился, но наглость это не отменяло. Я тоже устою. Не, но он как руководитель должен вы обеспечить свое хозяйство? Мне тоже это совершенно непонятно. Это мне непонятно. Мне непонятно. У кого не спрашивают, никто мне объяснить не может. Что, что, что? Мне никто не может объяснить, почему надо было доводить до такой ситуации, когда народ взбунтовался. Очевидно. Так, у нас за три дня у нас кончаются запасы воды. Все, посмотри в окно. Потому что не надо душ принимать три раза в день. Что? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Какая ситуация? Жарко, пустыня. Не, ну у них, я поняла, Мирима умерла еще с воды, да? То есть воды реально нет. Три дня человек без воды. Три дня, я и три часа. Значит, ну ты, три дня, что ты должен Их как бы тревога понятна. И булка не была. Муше знал, что кончилась свадьба? Нет. Он слил живу. Он не знал, что кончилась свадьба. Сейчас объясню. А, ну так, со смертью Мирима он сразу не зашел в свадьбу. Он зашел всего. Он не знал, что кончилась свада. То есть был некий нефтук руководства от реальной событий. Да, сейчас у него нет. Да. Почему он не передал временные заместители руководства? Да, заместители должны быть Это хороший вопрос. Вот это я не знаю. Это хороший вопрос. Я тоже это не понимаю. На самом деле, если все нормально, есть вода, отца. Ну да, он может быть не знал, что это свадьба. Так он думал, ну, хрен, а мне кажется. Он не знал. Но знали бы его Ишуа знал. Старейшины знали. А что они знали? О том, что война закончилась. Ребят, скажите проще. Всевышний не знал, что и он тихо ждал, пока бредал по и смотрел, как Моши разрулит ситуацию. Разумеется. А Моши ее не разрулил. Разумеется. Он попал. Вот Мишка спрашивает, зачем было этого доходить? Для этого нужно было доводить, для того, чтобы понять, Моши уже является руководителем этого поколения или нет. Да, то есть это такая провокация. Мы закроем кран. Подождем, когда они захотят пить. И посмотрим, что это. Весь станок это вся провокация. Просто я смотрю, что события настолько на всех нас повлияли, что мы просто не в состоянии не знал, что происходит на улицах. Что происходит? Почему бездействие? Есть фейс, в конце концов. Да, есть телевизор. Ну, хорошо. Короче говоря, это, к слову, про разницу, да? Не, ну, не снизу. Это наш, как бы. Ну, что, Моши он не был там достаточно в хуцах. В громадах в хуцах. В башне. Это пока наш, ну, или это где-то кто-то? Это Рафшерки говорит. Рафшерки говорит, что то, что сказано, что он самый скромный из людей, что вот это в данном случае показывает, что он не в состоянии. наш современник скажет. Да, но я думаю, что он ссылается на что-то. Я не думаю, что это его придумка. А я, например, думала, что он, когда сказал, что скажи, а не удар, именно это показывало, что все равно Всевышний хотел показать всему народу, что они поднялись на более духовный уровень высокий. Конечно. И поэтому не надо бить, там можно просто словом. Разумеется. Совершенно верно. Он хотел понять, умеет ли людям вообще говорить, или он по-прежнему умеет только бить. Или он к нему заикается. Да, да, совершенно верно. С этой темой я более-менее разобрался. То есть я хотел подчеркнуть вот разницу двух поколений. Поколение рабов, где бьют палкой, и поколение свободных людей, где нужно убеждать. Значит, если руководитель не в состоянии, не понимает, как нужно с его народом себя вести, то он плохой руководитель. Он не годится в качестве руководителя. И поэтому Машей не входит в землю в данном случае. Ему говорят, извини, все. Ты не годишься быть лидером этого поколения. Все. Но ведь там же написано, она сказала, и тут, и тут. И ты ударишь по скале. Возьми посох. И ударишь по скале. Ну, первый раз написано ударишь. А второй сказано, возьми посох. И будешь говорить. Будешь говорить. А второй раз не сказано. Я это очень запечатала, когда я читала, поэтому не наскажи там. Теперь смотрите. Когда Йонтан Бенузель переводит, делает перевод этой истории, а он переводит на арамейский язык, это известно. Причем его перевод, это не только перевод, это еще и комментарий. То он говорит так. Он говорит сначала, скажи скале, если она не захочет дать воду, тогда ударь. Но в прямом тексте Тора этого нет. В прямом тексте Тора этого нет. В прямом тексте Тора зачем посох? Если не нужно бить, то зачем брать самый посох? Если заповедно взять посох, то логично предположить, что им нужно пользоваться каким-то образом. Значит, прямого ответа как в Торе нет. А как желающих поверить без общения? Хорошо. А может быть, вот, как вот, эфиопские патриархи ходят с посохом с палочкой? Нет, они все поделили с посохом. это не было с посохом. Нет, что принято ходить с посохом, это личное дело Моисея. то, что ему заповеду найти, это другое. Это значит, что он там тоже... Там сказано еще тот же посох, да? Да, тот же посох, которым он был там. В первом случае. В первом случае тот же, А втором нет. А втором не сказано точно? Во втором нет. Значит, во втором мудрецы там говорят, что он должен был взять не свой посох, а посох Аарона. А дальше вот Йонтан Бонузель значит, говорит, что на этом посохе должно было написано четырехбуквенное имя и значит, им нужно было, так сказать, с помощью него там что-то сделать. А значит, это посох Моисея, тем не менее, а не Аарона, расстал имя написано. Короче, там масса всяких комментариев на эту тему. Значит, давайте мы оставим временно тему, значит, что конкретно там с этим посохом, да, сейчас мы вернемся к ней, но немножко с другой позиции. Есть Медрар, это вообще посох Адамуришона. Да, совершенно верно, да. И есть, что посох посох, это тот, который был сделан в сумерках, да, он то есть, ну, это из резких. И только Муше смог его взять в руку, вытащить из скалы. Значит, раз мы сказали про сумерки, то нужно сразу же эту тему закрыть, да. Значит, есть 10 вещей, которые созданы в канун Шаббата, то есть, в Йом-Шиши, в шестой день, в канун Шаббата, в сумерках, да, вот, Бейна-Шмашот, то, что называется, в сумерках, между светилами. Между светилами, то есть, солнце уже заходит, а луна еще не взошла, то есть, вот, в сумерках, то есть, с иными словами, вот, когда заканчивается шестой день и наступает Шаббат, вот в это время были созданы 10 вещей, да, из них есть вот этот Ман, Мана Небесная, да, вот этот Посох, соответственно, я не буду все перестать, я не помню, Шафа, Шафа, да, значит, там есть три рта, да, три рта созданные, уста земли, которые Короха поглотили, уста ослицы, которые разговаривали с этим, с Белавом, и уста колодца, вот этого колодца Мирьям, про который мы сейчас будем говорить, да, по-моему, эти духи, эти всякие негативные, да, не, они там не перечитаются, по-моему, среди этих 10, но я имею в виду, что есть 10 вещей, которые специально сотворены, да, чтобы потом что-то с ними произошло, то есть это как вот ружье, которое висит там в каком-то акте, чтобы оно выстрелило, да, вот они специально, так сказать, целенаправленно сотворены, теперь обратите внимание, мы как-то обсуждали уже в прошлые разы, что каждое, каждому дню соответствует тысячелетие, да, то есть иными словами, шестой день, конец шестого дня, начало шабата, да, это конец нашего времени, конец шестого тысячелетия, то есть буквально, вот мы сейчас находимся, так сказать, в преддверии, да, Бейнаш-Машот, Бейнаш-Машот, совершенно верно, то есть шабата начинают соблюдать еще до заката, так сказать, до, никогда уже совсем стемнело, то есть наступает вечер, да, так сказать, и, ну, наверное, вы помните, да, что книга Зор говорит, что вечер шабата, это эрф, да, гематрия слова эрф, это 272, соответственно, что в 6000 году наступает, собственно, сам шабат, да, что седьмое тысячелетие наступает, а если мы отнимем 272 до того, да, то мы получим начало вечера, к вечеру все должно быть готово, и в частности, Иерусалим должен быть в наших руках, и если вы это сделаете, то мы получим как раз 67 год, как последний год, когда это должно было произойти, ну, 68-го уже все, уже готово, да? На год проскочил. Не, не на год проскочил, с 68-го все уже готово, уже вечер, все, уже, да. Так я же не против. В последний момент, вот что я имею в виду, в последний момент это произошло. Понимаешь, как же не против. короче нас я к тому что вот сейчас в наше время вот эти 10 вещей проявится да по сути своей да вот ну хорошо проявится или уже проявились там что-то на хорошо пойдемте дальше значит эту тему мы осветили пошли дальше значит то что мудрецы сказали мудрецы сказали что умерла мирян да значит в нашей главе умирает и мирян и аарон на самом деле да из них из троих умирают двое что когда умерла мирян то сразу мы видим не стало воды и отсюда мудрецы значит делал такой интересный но известный всем комментарий что был колодец который так сказать следовал за народом израиля в течение 40 лет пустын да причем раввин рассказывал сказки это очень интересный жанр значит я послушал несколько уроков на эту тему это потрясающий жанр как раввина с упоением значит и с пафосом даже некоторые рассказывают сказки значит как да что вот эта скала которая перекатывалась и давала воду значит вот она катилась значит за народом израиля с места на место там и так далее а дальше они говорят что вот эта вода она была для каждого на свой вкус там кто-то хотел пил воду за чувствую воду а кто-то значит кока-колу а кто-то вино значит так далее а дальше они идут еще дальше они говорят интересные вещи они говорят этот самый надав и авиу согрешили как говорят что они были пьяны они выпили вина там для так сказать чтобы они воды напили откуда они взяли вино в пустыне они говорят так это из колодца мирям они пили значит у них так сказать там вода превратилась в вино да да то есть это 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 целый жанр такой еврейских басен таких вот меня это всегда потрясало особенно когда знаете есть есть разные так сказать уровни раввинов да есть которые потом что-то объясняют и как-то какой-то ну по крайней мере хоть хоть как какие-то идеи так сказать подать подводят а есть те которые остаются на этом уровне то есть они вот рассказали байку и и они абсолютно веришь на этом вот и закончена как бы вопрос вот так оно и было действительно понимаете вот но понятно что мудрецы когда сочиняли эти байки они имели ввиду какие-то очень высокие материи до которых нам не дотянуться то есть те кто изучают кабалу может быть они знают наверняка знают вот но поскольку я не изучаю постыку я не знаю вот мы останемся на уровне таком общественно политическом так сказать да или там попытаемся по крайней как-то понять как-то воплощается да так значит сказали мудрецы такую вещь значит в гимаре сказано три замечательных кормильца дал нам всевышний муше аарон и мирям да говорится так муше в заслугу муше был дан ман манна небесная в заслугу аарона облака славы а заслуга меня вот этот колодец знаете что сначала перед тем как я дальше буду расстануть я это хороший вопрос не видимо кормильцы имеется ввиду те кто заботятся скорее вот так да потому что штука облака слова что что они дают они дают они дают защиту совершенно верно то есть происходит такая вещь ман это еда ман с небес до падает они говорили бараху на этот ман извлекающий хлеб с неба из небес мы сейчас говорим языка еще хлеб из земли да они говорили извлекающий хлеб из небес значит и это в заслугу машина начаться ты почему потому что сказано что не дана тора кроме как тем кто ест ман есть такая фраза гимаре то есть тут мы видим связку между торой и маном да ты смазал он как бы дает тору небесного и он вот поэтому в его заслуга так ман дальше аарон про него говорится что он угар салон вырубив салон то есть он искать все время там всех мерил там и так далее то есть он такой человек сказать и шалом как сказать но у которой значит всех вот мире то соответственно есть понятие сука чалом да что сука заповедь суки нам дано почему мудрецы скале в память о том чтобы поселил нас в облаках славы всевышний то есть мы сидим сегодня в суке сука напоминает нам вот эти облака славы это та та же идея на сам да что сука нас окружает и она как бы нас защищают что мы выходим из дома мы не боимся выйти из дома говорим что несмотря на то что мы выходим наружу мы не боимся потому что сука нас защищает также как эти облака нас защищали и значит мы знаем что когда напал малек то он мог поразить только тех, кто был вне этих облаков. Внутренне войти не мог. Это известная вещь. Сказано, что он поразил тех, кто плетется за тобой. А плелись те, кто были вне этих облаков. Влевые. Нет, дело не влевых. Вентилятор у нас из Турки. А на Хешали Махареха, который тащится за тобой. Ну, которые так, присоединились вроде, а как бы... Нет, не можешь, а к нам зашел. Стырил вентилятор. Всем жарко, не только. Вот. А, соответственно, Мирьям, значит, она с этим колодцем. Почему с колодцем? Ну, тут есть масса версий. Значит, есть версия такая, что она следила за тем, что станет с Моисеем. Его там в Нил отправили в этой люльке. Значит, а она пошла посмотреть, что же с ним станет. Смотрела, пока там его вытаскивали из воды. И вот заслуга за то, что она смотрела, значит, ей дано что-то связанное с водой. Да, что вот она, значит, обеспечивает водой народ израильности. Это одна версия. Когда она умерла, вода... Да, да. То есть, когда она умерла, исчез колодец. Да, вот это то, что мудрецы говорят. Что вот эта колодец исчез, когда она умерла. И это была причина его оттенки? Это была причина того, что не стало водой. Потому что воды нет. Нет Мирьям, нет воды. Вот. Значит, значит, по поводу, да, по поводу Нила, это Севтых и Хамим, так говорят. А есть другие версии. Другие версии, значит, говорится... Помните, да, что были повитухи, которые должны были убивать младенцам? Да. И сказано, и увидели повитухи всевсильного, и не сделали, как повелел им царь Египта, и оживили детей. И, соответственно, мудрецы говорят, трактат Сота, одиннадцатый лист, говорят, что они не только не убили младенцев, но они им поставляли пищу и воду. Я не вообще понимаю, как можно поставлять младенцам пищу и воду, потому что младенцы не едят и не пьют воду. Но тем не менее, то, что мудрецы говорят. То есть, это тоже очередная такая сказка, значит... Ну, что они едят, младенцы, которые только что... Модерную воду, конечно, то есть, по-твоему, матерна похожа на ман чем-то, да? Да, да. Тогда еще было в Египте, да. Вот. Так что они говорят? Они говорят, что были вот эти повитухи Шифра и Пуа, они названы в Торе, которые, соответственно, Йохевет, Шифра — это Йохевет и Мирьям. Соответственно, Йохевет давала еду, а Мирьям давала питье. Да, это то, что они говорят. Значит, соответственно, за то, что Йохевет давала еду, она удостоилась того, что у нее родился значит, сын, который отвечает за ман, то есть, за еду в пустыне. А Мирьям, поскольку она давала питье, вот она удостоилась этой воды из колодца. Такая, значит... Опять-таки, это все в жанре сказок, потому что я рассказываю сейчас, да? Есть еще другое там, что она омывала там, не дот и ель дот, и за это, значит, удостоилась воды и так далее. Есть еще всякие варианты. говорят, нет, вы все ничего не понимаете, дело вовсе не в Мирьям. колодец вообще не в заслугу Мирьяма. Колодец в заслугу Авраама. Значит, это в Баумице, Пейвав говорит, за три вещи удостоились троих. Значит, Авраам, когда встречал этих трех ангелов, помните? Да. То он дал им, попросил, значит, дать масло и молока этим ангелам, накормить их, да, и, соответственно, за это ман. И дальше он стоял около дерева, значит, это намекает на облака, и сказал, будет взято немного воды, и омойте ноги ваши, или что-то типа того, да, вот будет взято немного воды, это намек на колодец. Короче говоря, значит, у нас каждый, чем дальше, да, да. Значит, ну, давайте немножечко будем, так сказать, перейдем к делу, что называется. А мы еще не там? Нет, мы еще не там совсем. А вы уже устали, да, так сказать? нет, у нас все хорошо. Ты не хочешь мозган включить? Немножко, да, включу. или вы категорически против? Нет, 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 ничего. Значит, смотрите, значит, я не буду, сказать, томить всех, потому что, наверное, все, кто учил это, знают, что, на самом деле, колодец, вот эта вода, это, естественно, Тора. Мудрецы говорят, эйн майон элла Тора, не вода, а Тора. Более того, мудрецы говорят, что это не просто Тора, а устная Тора. То есть, они говорят, что ман намекает на письменную Тору, то есть, Тора, которая слышит, а вода намекает на устную Тору, то есть, то, что мудрецы, так сказать, комментируют, да? Значит, где-то я слышал, что Арон тоже относится к искусной Торе, то есть, скажем, я бы так сформулировал по-другому это все, что, как бы у нас есть три Тора, на самом деле, да? Есть Тора, которая относится к прошлому, это Тора, которая записана, и которую уже нельзя изменить, да? Это письменная Тора, она намекает на прошлое, когда что-то записано, то уже все, оно закаменело, так сказать, его невозможно поменять, есть устная Тора, которая все время говорится сейчас, и поэтому ее нельзя записывать, в частности, да? Их забыли. Их тоже невозможно поменять. Наход ли Айом? Она меняется все время, ты меняешь все время. Интересно. Наход ли Айом у тебя, потому что проблема? Нет, да, да. А на самом деле, она должна меняться. Можно. Окей. Значит, эта устная Тора, она относится к настоящему, и есть тайная Тора, которая пока что не раскрыта, но в будущем она раскроется, да? То есть, есть прошлое, настоящее, и будущее, соответственно, есть три Торы, письменная Тора, устная Тора, и Тора Машеаха, да? Тора Машеаха относится к будущему, да? Соответственно, как я понимаю, Муше, естественно, отвечает за небесную Тору, он свыше, так сказать, Тору нам дал, это письменная Тора, да? Аарон, в каком-то смысле, так сказать, это устная Тора, потому что он раввин, который, грубо говоря, переводит слова Моисея, народу проговаривает, сказать, он объясняет, потому что Моисея, он вообще там где-то наверху, его вообще никто не понимает, он косноязычен, что значит косноязычен, значит, он не в состоянии сформулировать, да? То есть, ну, на самом деле, это более глубокая вещь, на самом деле, на самом деле, его понятие огромное, что трудноперенесие, совершенно верно, совершенно верно, да, именно так, то есть, он на другом уровне сознания находится, поэтому им очень тяжело сформулировать для нас, сказать, что-то понятно, да, и поэтому нужно Аарон. Заранее, да? Сноязычный начал быть заранее, да? Ну, не знаю, заранее или нет, наверное, да, но в любом случае, в любом случае, нужен, нужен Аарон для того, чтобы его приблизить к народу, потому что Аарон всем известен, это раввин, сказать, он всегда был, сказать, с нами, сказать, он наш, это не человек, который одет, как египтянин, который воспитывался во дворце фараона, он не наш, да, а этот наш. Его лицо, как можно увидеть. Да, да, его как там же, совершенно верно. Слежки вы разговариваете. Да, вот, и есть, соответственно, Мирьян, который олицетворяет Тору Машех. Значит, тут я поясню, потому что я немножко грубо, как бы, это делаю, тут нужно понять, значит, как бы, вот это Тора, Мирьян, да, это Малхут, на самом деле, да, все говорят, что скала, это, или там, колодец, это то же самое, да, это Малхут. Значит, что такое Малхут? Малхут, это идея клаля, да, коллектива, это идея земли Израиля, это идея женского начала, принимающего, там, да, и так далее. То есть, и теперь нужно вот эту теорию, как сказать, превратить в жизнь, да, чтобы она стала учением жизни. Не просто реализовать даже, даже не просто реализовать, а реализовать, Аарон тоже может реализовать, он может взять, там, ему сказано, как первосвященнику, там, зарезать барана, там, не знаю, он может все это сделать, все сделать кошерно абсолютно, да, он тоже может реализовать. Но человеку, который смотрит на эти стороны, это не становится его от этого, понимаете, ну хорошо, они, да, то есть, это должно пройти через переживание, понимаете, это должно стать частью нас. И вот за это отвечает женское начало, женщина, так сказать, она превращает это, внедряет это в реальную жизнь, да, превращает это в переживание, да, если вы обратите внимание, хава называется хава, а слово хавая, переживание, да, ее же можно назвать хая, написано, что она мать всего живого, ну так назови ее хая, почему ты ее называешь хава, да, то есть, вот это вот переживание, так сказать, оно заложено в женском начальнице, да, и поэтому это заслуга Мирьям, да, то есть, иными словами, то, что нам говорится, что колодец заслуга Мирьям, можно понять таким образом, что именно женщины превращали вот эту сухую Тору, Моисееву, да, мужики бы просто теоретизировали, мужики бы просто теоретизировали, или же вот механически исполняли бы заповедь, вот надо так, надо так, надо там посуду разделить, как по песне, да, две тюрьмы мужская и женская, пока эти рассуждали, эти копали, мужчины бы сидели, бы рассуждали, а женщины бы копали, это лицо, окей, окей, это мы немножко приблизились к пониманию, почему заслуга Мирьям, да, теперь, давайте пытаемся продлить эту идею, и понять, что, когда умирает Мирьям, вот эта Тора, перестает быть живой, вот это вот, переживание, да, вот это вот, ощущение, что вот, вот так вот надо, да, что, сказать, что мы там с бубнами, как она там взяла бубен, да, вот они там запели, мужики, когда перешли через Красное море, они запели, она взяла бубен и пошла танцевать, да, то есть, и все за ней, понимаете, то есть, вот это вот, эмоциональное восприятие, София называете, как? Я в Европе слушала про это, София называете, да, женя, да, вот, то есть, то есть, вот это вот, жизненность какая-то, да, сказать, которая превращает вот это учение не во что-то сухое, а вот действительно, вот, когда люди, вот этим живут, когда они действительно, вот, женщина показывает мужчине радость жизни, в каком-то смысле, да, должна, и вдруг она умирает, да, то есть, вот это вот ощущение, оно уходит, остается что-то сухое, что оно и было водой, да, то есть, получается, что вот эта сухая тора не может утолить жажду, да, им нужна вода, они требуют воды, потому что что-то произошло, да, исчезло, вот это вот ощущение, что это нас наполняет, понимаете, оно исчезло, оно, да, тора осталась, там письменная тора, понятно, что осталась, куда она может деться, она записана, все, да, но вот этого ощущения жизненности, оно ушло, и, соответственно, они требуют, они говорят, мы так не можем, так сказать, мы, мы требуем, да, мы требуем, чтобы они идут к руководству, а куда им еще идти, да, они идут к руководству, говорят, слушай, а? они требуют продолжения праздника, продолжения банкета, совершенно верно, потому что, да, потому что одно дело рассказывать, о том, как можно его красиво накрыть, то будет дело, когда он накрыт, и он не въезжает. Причем это уже было новое поколение. Да, новое поколение, да, именно, именно новое поколение. Старое, это как раз, может быть, и было бы готово, да, старое, вот именно, оно как раз могло бы, потерпеть, а не... без воды, так не от воды, так поучим, что это без воды, а молодым нет, молодым нужно переживать. Да, да, это очевидно совершенно, именно, именно новое поколение, именно перед входом в землю, они говорят, ребят, нам не в кайф, вы тут со своими есть, а нам не в кайф. Да, то есть, происходит что-то проблемное, здесь мы видим. и тут Моше, так сказать, он должен дать им, так сказать, удовлетворить их вот эту потребность, да, и ему говорит Всевышний, говорит, ты должен их убедить, да, ты должна этой молодежи, которая требует Торы, да, она хочет подсоединиться, в конце концов, чего она требует? Она требует, подсоединиться к Творцу, она хочет этим жить, значит, ты должен их убедить, В том, что твоя Тора актуальна, в том, что твоя Тора жизненна, что она, так сказать, дает вот это вот вау, да, иди убеждая их. Что со смертью Мириам еще ничего не закончится. Ну, по крайней мере, он, так сказать, должен, он руководитель, да, так сказать, он должен как-то выходить из положения, да, значит, и ему дается в помощь, соответственно, Аарон, который тут же, да, как ему говорится во множественном числе, идите, да, идите, извлеките воду. И тут что? Тут Моисей, по привычке, грубо говоря, да, как он раньше это делал, и раньше это работало, мы это видели, да, там все было хорошо. И, кроме того, он возмущен, что эта молодежь так себя ведет, да, в неподобающей ситуации, так сказать, они пришли и прочее. И, кроме того, там Медраша рассказывает, что он пошел искать эту скалу конкретную, а они-то не понимают, что он ищет. И они ему говорят, да чего ты ходишь и ищешь, по любой скале ударь, и пойдет вода, что, что, дескать, у тебя посов четырехбуквенным именем, ну, ясное дело, что ударишь и пойдет, ну, что. И он тогда не выдерживает и говорит, тоже мне учителя тут нашлись из этой ли скалы и бьет, да. То есть,ными словами... А бьет он ту скалу, все-таки, как у скалу? Тогда какую скалу он бьет? Он ту самую скалу бьет, конечно. Он бьет ту самую скалу. Она осталась, она не рассыпалась со смертью Мириам. Если это тот самый колодец, который скала, которая ходила за ними... Она не может рассыпаться, потому что это гора ХОРФ. Значит, мы, понимая, что речи про ТОРУ... Гора ХОРФ ходила за ними вместе. Да, да. Значит, тут надо понять, про что речь. Значит, если мы... А, да, да, это опасно, кстати. Давайте мы как-нибудь, да, иначе можно хорошенько... Все было как-то шею. Так нормально? Можно перей-перей? Все-все-все-все. Есть люди, кто любит подмозгановку. Мишку вам посадь. Так, ну хорошо. У вас еще силы есть или вы уже... Нет. Я попросил единственный безмозганов. Вкушение, давай... А сидит или повод? Не спешит, хорошо. Пробилы-довольчие. Ну, это не вяжется. А как это... Время прошло, а они все крутятся вокруг ХОРФ? Вы понимаете? Вот. Значит, тут надо понять, о чем речь. Состоронне это говорите? Значит, смотрите. Тут надо понять, о чем речь. Все мы понимаем, что нету скал, которые катятся за людьми в течение 40 лет. Даже если это люди, это люди. Значит, надо понять аллегорию. Да, это аллегория. Понятно. Это так же, как есть там басни Крылова про мартышку. Так мы не будем всерьез обсуждать диоптрии на этих очках. Значит, то же самое здесь с этой скалой. Надо понять, что они хотели сказать этим. Да, это же некий образ. Значит, образ такой, что... Муша сказано идти на гору ХОРФ, то есть на Синай. Понятно почему. Потому что на горе Синай получают Тору. И именно оттуда он должен извлечь Тору. Вот эту воду. Дальше мудрецы говорят, что вот эта вот скала, из которой он извлек воду, вот она превращается в колодец Мирьям. То есть вот эта самая скала катится за ними, как бы, на протяжении всех 40 лет пустыни. Понимаете? То есть, иными словами, у них на протяжении всей этой пустыни есть источник Торы. Понимаете, о чем разговор? Речь не идет о том, что там скалы за ними крадутся, или там катятся. А речь идет о том, что у них все это время, несмотря на то, что это пустыня, несмотря на то, что это довольно страшное место, там невозможно поселиться. Что такое пустыня? Пустыня — это место, где невозможно осесть. Там есть змеи, там есть скорпионы. И там нет ничего, там нет воды. Там нет жизни. И несмотря на это, у них, их подпитывает вот это учение. Понимаете? Они ощущают его жизненность. Все эти 40 лет. Да? Оно постоянно с ними. Праздник, который всегда остался. Пишет Медра, что пустыня — это настолько пустынное место от всего. Там такая стоит тишина, что это единственное место, где можно услышать Бога. Потому что ничего не мешает. Ты там один. Через некоторое время мы оспорим от кучки зрения. Но действительно так написано. Получается, что они в этой пустыне жили 40 лет. И несмотря на всю вот эту пустоту и зной, я не знаю, что еще, все это время они ощущали вот этот источник жизненности, который все время их сопровождал. Вот эта вот Тора, которая, так сказать, была им дана и жила, так сказать, они этим жили, да? Это, в кавычках, утоляла их жажду. Утоляла их жажду жизни. Да? Вот она позволяла им существовать в этой безлюдной пустыне. Да? И вдруг, по прошествии 39 лет, Мирья умирает за год до вхождения в землю. Да? Она в Ниссане умирает. В 10-го Ниссана она умерла. Значит, вдруг что-то происходит. Вот эта жизненность уходит. И они вдруг ощущают, что... Вкус жизни пропал, да? Вкус жизни пропал, что вот эта Тора, которая у них была до сих пор, перестала их оживлять, перестала их удовлетворять, перестала удовлетворять их жажду жизни. Вот ситуация. И они, соответственно, с этим идут к руководителям, к Муше и Ару. А Муше, значит, по старинке берет и бьет палкой. То есть, вместо того, чтобы разговаривать с ними, как с новым поколением, с молодежью, которая свободная, которая никогда рабства не видела, которая родилась в пустыне, свободными людьми, да? Они делают все, что они хотят и так далее. Вместо этого, он с ними разговаривает, как с рабами, которые все понимают из-под палки. То есть, он жестко с ними себя ведет. Теперь обратите внимание, что происходит. Написано, что община пила эту воду. Да. То есть, с ними словами, то, что дал Моисей, было воспринято. Это не то, что не было воспринято совсем. Было воспринято. Но тут мы понимаем, что что-то, как сказать, был какой-то прокол. Что вроде как они пили эту воду. Или, по крайней мере, какая-то часть из них пила эту воду. Нам не сказано, все не все, я не знаю. Но... Пила община. Пила община. Значит, получается, что те, кто не в общине, грубо говоря, те, кто отделили себя от общины, скажем, они ее не пили. Можно так предположить. Это спекуляция. Окей. Но сейчас мы к этому подойдем и станет понятнее через некоторое время. Но что я хочу сказать, что от того, что Моисей дал это из-под палки, от того, что он дал из-под палки, произошло что-то ужасное. Творец говорит здесь, и мы можем понять это по смыслу из этих псуки, что от того, что вы не осветили мое имя, вы не войдете в землю. То есть, иными словами, этот самый Моше, Моше и Арон, должны были показать, что можно извлечь воду из скалы, не прикасаясь к ней, просто силой уст, убеждения, да, что можно, убеждая кого-то, можно вызвать вот эту вот жизненность, да, ее вернуть. вместо этого, они, то есть, вместо того, чтобы произвести связку вот этой Тора, которую Моше дает, с божественным, да, с божественностью, да, и тем самым их увлечь, увлечь, так сказать, вот этой жизненностью, да, чтобы они почувствовали, что это не просто какой-то набор формул, грубо говоря, сухих, да, а что это действительно божественное учение, да, если бы Моисей сумел создать вот эту связку, то вот это и было бы освящением имени Творца, да, что вот та Тора, которая нам дана, это не ерунда, это не сказки, да, а что это действительно божественная Тора, да, вот если бы Моисей сумел их убедить вот в этом, да, силой убеждения, то вот это, тогда бы они приобрели вот эту связь, да, с Творцом, с этой Торой, да, навсегда, грубо говоря, да, то есть, это бы осветило имя Всевышнего, а он этого не сделал. То есть, пошла вообще другая история человечества. Спорить с тобой можно? Ну, пошла другая история, да. Разумеется, машины и помощи. Можно, почему не делали? Ну, я думаю, что дело, мне кажется, что дело не в том, что Моисей не дал людям ощутить божественность Тори. Когда Мошера Бейна получает Тору на горе Синаи, видит, как Всевышний вырисовывает Тагим. Помнишь? И Мошера, ну, я не буду рассказывать с этой сепор, он показывает коронки, наоборот, рисует коронки. Мошера Бейну спрашивают, что ты тут рисуешь? Он говорит, что вот придет человек, и он показывает Раби Акиву как продолжателя, как основоположника устной Тори. То, что связывает письменную Тору с нашей жизнью. Мошера Бейну этого не понимает. Он не видит связи между письменной Торой и жизнью. И вот эту связь он не может дать людям, потому что он ее не понимает. И не понимает, и не понимает. А что Арон? Арон ответственный за устнуютку? Арон ответственный за устнуютку? За устное изложение? Нет. Арон переводчик. Он не может перевести то, чего нет. Потом, и Мошера Бейну он не понимает не потому, что он недостаточно знает Тору. Он находится в другом мире. Где действительно... как могут не понять другие. Нет, нет. Он может опустить на... Нет. Нет. Медраж говорит, вот представьте себе, что вы... не вы конкретно. Мы. Мы все с открытыми глазами. Нам что-то взять с полки это подойти к противнюю трубу. А возьми человека, который не видит. Он на ощупь. И кто-то ему должен объяснить, как дойти до конкретной полки, как противнюю трубу вправо-влево и что взять. Вот это устная Тору. когда нет Невуа, когда нет присутствия Всевышнего в этом мире. И мы должны руководствоваться совершенно другими принципами, которыми руководствуются люди, имея в руках Мошера Бейну и Письменную Тору. И Мошера Бейну, это человек с открытыми глазами, он не понимает, как человек может не видеть и подойти и не найти книжку на полке. Он не может связать. А Всевышний ему говорит на Горисе, что придет время, ты сейчас этого не понимаешь, придет время, когда не будет меня в этом мире. Ну, я утрирую. И вам придется на ощупь искать все эти вещи. Для этого нужен Рабиаким. То есть устная Тора и письменная Тора это два разных меры. В одном присутствии Всевышнего, в другом Всевышнего присутствия Мир. Это другие принципы, это другое поведение. И Мушер-Рабейну он не может это объяснить. Он же говорил про третью составляющую. Он говорил, что ушла жизненность Тора, ушло ощущение ее мюнистра. Ушла связь. Связь. Но она не устная, это у Тора. Ушла связь между письменной и устной Торой. Есть Арон устная Тора, есть Мушер-письменная Тора, Мириан их соединяет. Связи нет. Люди приходят к человеку, который эту связь не видит. К Муше. Потому что Муше, он с другого, он с мира письменной Торы. Я так вижу. Он не из мира устной Торы. Абсолютно, конечно. Где нет. Это мудрецы говорят про ММТ. Всевышнего. Он из мира все. Он из одного мира, а он с другого мира. Он с небес. Он с небес. И он не понимает, что хотят люди. Как может быть такое время, что не будет проявления Всевышнего в этом мире? Такого не может быть. И он... Это мой взгляд. Ну, твой взгляд никак не противоречит, потому что я сказал. Он не противоречит. Скорее, как раз объясняет. Я хотел показать, что я его. Показал. Показал. Мы из техники. Хорошо. Значит, вы понимаете проблематику, да? То есть, представьте себе молодежь. Вот возьмите сегодняшнюю ситуацию, что далеко уходить, да? Вот сегодня молодежь, как ее привлечь к Торе? Вот есть Тора, есть тома, фолианты, там, не знаю, целый Талмуд, и так далее. Они там себе не знаю, чем занимаются, Полно, ну, ходят на парадборности, тусуются, там, не знаю, что еще. Хорошо. Но я имею в виду, что не секрет, что большинство народа Израиля сегодня светские люди, да? Да. Значит, казалось бы, вот как их привлечь? Вот как их привлечь? как их? Значит, там Рав Кук сказал, что можно только из любви это делать, да? Что в нашем поколении из-под палки нельзя. Рав Кук это еще сто лет назад сказал, да? То есть, с новыми словами, мы это действительно видим. В нашем поколении, вот сейчас, вот эта молодежь, ее из-под палки невозможно заставить ровным счетом ничего. Они просто не воспримут и скажут, ты что вообще? Ты откуда? Ты из каменного века, что ли? Что ты на меня здесь замахиваешься? просто не о чем. Вы в школе работаете. Понимаете, что там... То, что в Советском Союзе было, что всех там, ну-ка, встать, вот сидеть вот так и так далее, ну сегодня просто это невозможно. Они встают, начинают ходить по классу без разрешения. Когда я об этом слышу, у меня глаза на лап трезвые. Потому что нам не приходило в голову встать в середине урока и начать ходить по классу без разрешения. Ну, о чем мы говорим? Просто было получить указки в голову. Даже не нужно было указки, даже без этого. Это просто не приходило в голову. Понимаешь, вот в этом разница между поколением рабов и поколением свободных людей. Потому что нам даже в голову это не могло прийти, что вот так можно. Или пререгаться с учителем. Да, или пререгаться с учителем. пререгаться бывало. Ну, как бы, в каких-то рамках. Каждую вспомнить он воевает. К самому классу, когда он уже начинал ощущать себя. Ну да, дистанц был всегда. Конечно, дистанц всегда был. А здесь абсолютно, так сказать, они просто никакого дистанца нет. И он приходится держать какими-то непонятными... Я не знаю, как вы работаете в школе. Просто не веряюсь. Понимаете? То есть, это вот ситуация. Это ровно та ситуация, когда Моше должен вот эту молодежь каким-то образом притянуть и, естественно, он должен это сделать убеждением. А он вместо этого пытается построить их по росту. Понимаете? Вместо этого он взял палку. Что происходит? Происходит, что это молодежь вместо того, чтобы прийти к этой теории, так сказать, и ее воспринять, действительно, воспринять. Они ее отвергают. Они ее отвергают, потому что из-под палки. А мы не хотим из-под палки. Но вообще на пила. Правильно. То есть, какая-то часть, как минимум, пила. А может быть, кого-то заставили. Тоже вариант. Заставили все-таки. Могли пить те, которые еще не умерли, и которые еще помнят рабство. А есть папка, надо пить. Потому что время умереть еще есть. Есть еще целый год. А может быть, пили? За старым поколением пока что, да? Ты понимаешь, вопрос, что такое община? Вот здесь возникает вопрос, что такое община? Не знаю. А был ли мальчик? А был ли мальчик, да. Значит, вопрос, что такое община? А сказано в первом тексте, а насчет был. Был. Значит, сейчас я объясню это. Я не оставлю это без ответа. С другой стороны, можно еще помнятничать. Вот, ныльяма на женское, да? Ну, там, 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 зерно падает. Ну, не зерно, а там падает в материю, да? и... То есть, она это может превратить в жизненность, и так далее. Превывать отношения, чтобы он превратил это в жирное, это вообще не мужское занятие. Совершенно верно. Смотрите, тут сложная картинка, на самом деле, потому что и с первого случая, и с второго, и с первого, когда он бил по скале, и это было нормально, и с второго, когда он бил, и это было плохо, да? И там, и там, Моше дает устную тору. Выбивая воду из скалы? Да. Он, окей. Да. Он мирян. Значит, смотрите, тут надо понять это. Значит, у нас есть четыре элемента, четыре основания. А? Он электроспоевый. Он слышит, что призвый мысль. У нас есть четыре основания, да? Там воздух, вода, огонь и земля. Значит, соответственно, мы знаем, что самая низкая, это земля, она олицетворяет молхут. Да. Да? Да. Известная вещь. Да. То есть, иными словами, все в Торе, что связано с землей, с камнями и так далее, это намек на молхут. Да? Я вам приведу такой крайний пример. Что такое нарушение шаббата? Вот, человек нарушает шаббат. Что это такое? В чем состоит преступление? Он ничего не украл, он никого не притеснил. Он отставляет творца. Это восстание против царства творца. Да. То есть, молхут, негеда молхут. Да? Это мерет ба молхут. Негед, мерет ба молхут. Мерет ба молхут. Да. Значит, как следствие из этого, наказание связано с молхутом. Его побивают камнями. Да, скилла. Камнями. Не топят, не сожигают. Это во мне ни срефа, ни ни там чего. Именно скилла, именно камнями. Не случайно. Потому что это символ. Это связано с землей, с молхутом. Понимаете? Меда, кенегед. Меда, мера за меру. Понимаете? Да. Нет? Я не научу. Еще раз. Нарушение шабата почему-то от земли идет. Потому что это восстание против царства Творца. Меда молхут. земля, земля, это кексу восстание. Нет. Мелах, шабата у него есть воплощение в Иссадот? Или это не связано? Да. Это самый шмита. Шнад шмита, это шабата арт. За то, что мы... Потому что у него там он земля, вода, он никто. Он выше, да? Он выше, но дело не в этом. Когда нам говорят, что если вы не будете соблюдать шмитод, то есть шабата земли, то земля вас извергнет, исторгнет, да? Почему именно земля? То есть казалось бы, могло бы что-то другое произойти, могло быть мор, пожар, не знаю что. Именно земля наказывает. Почему? Потому что это связано с молхутом, да? Ну, это мы зашли в кабалу сейчас немножко, да? Мы делаем проще в семь дней недели, и все мы сомневшим. Продолжение, что все, придешь к последнюю сферу молхут, это... Последний? Все, естественно. Ну да. Я говорю, что ты его, если нарушаешь, то... Сибири сказал не делать. Ты сделал. Продолжение шабата? Пошла против него. Это против, против, против. Ты сказал не делать. Ты сделал. Окей. Нет, не против чего-либо. Получить тем, ты сделал. то, что я пытаюсь сказать, это простая мысль, на самом деле, что у нас есть вода, которая исходит из земли, да? Вот эти вот колодец, что такое колодец? Это подземные воды, да? Это не дожди, это подземные воды. То есть это Тора, которая исходит из земли. Что такое молхут? Народ. Народ. Мы. Мы — это молхут, да? То есть мудрецы — это наши представители, да? То есть, грубо говоря, это земная Тора. Понимаете? Это не небесная Тора, это земная Тора. Она божественная, точно так же, как и верхняя Тора. Надо это понимать. Это не от себя тина. Это не то, что там кто-то выпендрился и что-то там ляпнул. Нет. Она божественная. Да? Но, тем не менее, это не та Тора, которая приходит свыше. Это не та Тора, которая приходит с небес. А это как раз та самая Тора, которая приходит из земли. которая не она внизу. И в этом разница между письменной Торой, которая с небес, и устной Торой, которая снизу. Да? Я не вспомнил вас, когда Всевышний разделял воды, руки. Да. То было такое понятие мэйтеон. Да. Подземные воды. Вот они пришли к Всевышнему. А у Смонтова тоже Всевышний? Они пришли к Всевышнему. У Смонтова тоже Всевышний? И начали плавать. А почему она тогда снизу? А потому что мы ее выращиваем. Он ее седает? Смотрите, я приведу простой пример. Значит, есть у нас разделение на мужское и женское начало. Да? Небо и земля. И так далее. Все, про что мы говорим, мы говорим, что со временем створения мира Творец чем занимается? Он назовет Зелугим. Он соединяет пары. Какие такие пары он соединяет? А вот такие небо и земля, тело и душа, и так далее. Вот все возможные пары он соединяет. Духовное, материальное. Соответственно, мы воспринимаем Творца как дающее начало, то есть мужское. А творение, как женское начало, то есть принимающее. Соответственно, мы говорим, там есть Солнце, которое светит, то есть Луна, которая получает свет и отражает. Так же, как женщина принимает семя и рожает ребенка. И так далее. И у нас возникает такая однобокая немножко картинка в голове, что вот мужское начало оно только дает, а женское оно только принимает. Мы забываем, что половина хромосом приходит от женщины. То есть да, мужчина дает, понятно. Он дает, что такое семя. Семя это информация, это ТОР. Как строить ребенка? Это инструкция, как строить ребенка? Вот она записана в хромосомах. Женщина принимает этот набор, но у нее есть свой. Она и строит, конечно. Она и строит, она делает реализацию. Это понятно. Реализация – это женская функция. Но кроме того, что она строит, то, что я пытаюсь подчеркнуть, что у нее есть свой набор хромосом. Кто его туда заложил? Творец. То есть не только от мужского начала приходит эта Тора, она находится в женском начале тоже. Она заложена туда. Поэтому то, что свыше нам Творец дает Тору, письменную вот эту, грубо говоря, а есть Тора земная, устная, это не значит, что она человеческая. Да, мы ее выражаем, но она божественная. Ее заложил в нас Творец, вот эту устную Тору. Понимаете? То есть, когда нам говорится, что нужно извлечь из скалы воду, то имеется в виду вот именно вот эта устная Тора, да, я сейчас не делаю разделение на три, то, что я раньше сказал, что есть там письменная, есть устная, есть Тора Машеха, да, хотя на самом деле можно сказать, что именно про Тора Машеха идет речь, но я сейчас буду грубее говорить, что есть одна, есть другая, есть та, которая с небес, а есть та, которая из земли, да, так вот, обратите внимание, то, что Машеха сказано там извлечь эту воду, да, это еще до дарования Тора происходит, да, еще не было горы Синай, на горе Синай мы получили Тору свыше, это небесная Тора, да, Машеха ее нам дал, но здесь он исполняет другую функцию, он должен извлечь земную Тору, понимаете? То есть, тут сложная штука, значит, то, что объясняет Равшерки, он объясняет, что Машех дает обе Тора на самом деле, потому что Машех пришел с горы Синай, и первое, что он сделал, он устно передал Тору, это была устная Тора в каком-то смысле, да, а потом он ее записал, на протяжении сорока лет он ее записывал, эту книгу свою, да, понимаете? То есть, устная Тора первична с точки зрения традиции еврейской, устная Тора первична, то есть, наш взгляд на, сказать, мы обычно думаем, что вот есть письменная Тора, а есть комментарии мудрецов на нее, и, соответственно, письменная Тора первична, а устная вторична, так вот это неправильно, с точки зрения нашей традиции, это неверно. Галаха учится именно по устной Торе, да? Ну, понятно, почему, потому что она из реальности. Потому что она получала информацию, она говорит, Синай, по записанному. Всевышний сидел и рисовал ему буквы. Да, это правда. Значит, это совершенно верно, то есть, я хочу сказать, что здесь есть двойной взгляд. Один, то, что ты озвучил, и очень правильно, действительно, мудрецы это говорят, что Моше это человек письменный Тор, Моше это человек небес, он называется Ише-Элогим, да, в Зоте-Браха, там, говорится, которую сказал Моше Ише-Элогим, да, он Божий человек, понимаете, с одной стороны, а с другой стороны, он же и дает, закладывает, как бы, фундамент вот этой устной Тора. Мы до сих пор говорим, там, Аллахали Моше-Ми-Синай, да? То есть, такими словами, он задает, как бы, вот посыл некоторый. И поэтому, мудрецы говорят, когда они спорят о том, в чью заслугу вот этот колодец был, то, то, вот идет спор, что, может быть, это в заслугу про отцов, там, Авраама, да, то, что я вам рассказал про этих ангелов, а может быть, это в заслугу про отцов, я еще вам не рассказывал, что там они копали колодцы, да, не случайно колодцы. Почему они копали колодцы? Авраам копал колодцы, не ради воды, как таковой, да, он копал колодцы для того, чтобы с помощью них распространять Тору. Там говорится, такой метраж, что он, когда приходили путники, он их поил водой, а дальше говорил, а теперь скажи благословение. Да? То есть, наимиславимый, он распространял Тору с помощью колодцев, да, то есть, он извлекал, так сказать, вот эту воду, которая является аллегорией Торы. Да? Вот. А лишь тем, соответственно, закапывали колодцы, потому что они не хотели, чтобы распространялось Тора, да? Помните эту историю, как там ссорились пастухи, там Авраама с пастухами Авимеллаха, там Бершева, помните, почему она там названа? Потому что он сказал, дескать, поклянись мне, что, дескать, вот эти колодцы, значит, я раскопал, и это мои, да, и давай тут поставим границу, и не будем друг к другу заходить. Они поклялись, да, это вот было в этой Бершеве, да? То есть, такими словами, это было еще тогда, Авраам заложил эти колодцы, да, выкопал их. Дальше говорится, что делал Ицхак? Ицхак раскопал колодцы своего отца, да, то есть, Плештин засыпали колодцы, а Ицхак раскопал. Снова та же история, он распространял Тору, понимаете? Я знаю, что Ицхак копал колодцы, ну, что он раскопал колодцы своего отца. А почитай, это написано в прямом тексте. Потому что раскапывать, это было закопано легче, чем копать колодец. Это написано в прямом тексте, я сейчас не буду искать, да, это написано. Теперь обратите внимание еще на одну еще интересную вещь. Значит, говорится так, обращают мудрецово внимание, что слово колодец, Беер, употребляется в Торе 48 раз. И столько же раз употребляется слово Гер. То есть, Авраам делал этих самых Герим, помните, на Фашот, на Фашот, на Фашот, то есть, он делал Геров, да, привлекал народ к монотеизму, да, бесиансно занимался, да. Он делал Геров, так сказать, то есть, Гер и колодец, они имеют одинаковое количество слов упоминаний в Торе. Мало того, что одинаковое количество раз упоминается, Гематрия колодец, это 203, Гематрия Гер, это тоже 203. То есть, у них еще и Гематрия одинаковая. там еще и ритма делал. Что? Че ритма одинаковая. Гербер. 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 Гербер, да? Бергер. Вот тебе, пожалуйста. Гербер, как мулякеш. Да. Это история с этими делами, Фашот, нет? Я не помню. Это в Харане, да. Это там, да, да, Ты летаешь там, делаешь? Нет, я слышно, было, я... спуски. Ну, хорошо, а так, давай соединись с нашей. Ицхан, этот самый Яков не занимался Геюром. Яков не копал колодца. Яков не копал колодца. Мудрецы говорят, что он не принимал Геров. Почему? Потому что он считал, что его, он создает народ. Что? он говорил, что ему нужно сначала построить семью и не принимать влияние извне. Почему? Потому что рождались только мальчики. Мальчики, те, которые дают влияние, они не те, которые принимают. В какой-то момент родилась Дина, и это было сигналом, потому что теперь уже можно принимать влияние, потому что девушка уходит из дома в дом своего мужа. То есть она принимает влияние. Она принимает на себя его обычаи. То есть до тех пор, Одина родилась, я в Торо не принимал. Геров, поэтому он не копал колодцы. Ну так, просто к слову. Короче, к чему это все говорит? Что они спорят в заслугу кого? Вот это Тора. И один из комментариев говорит такую вещь. Говорит, что вода, в колодце оказалась в заслугу Моше, а выходила из колодца, изливалась из колодца в заслугу Мирьян. Ну правильно, смейте. Это к слову о том, что мужчина закладывает зерно, а женщина вырастила. То есть это вот ровно та идея, что Моше он может заложить, но он не в состоянии с этим дальше ничего сделать. он мне так объяснил. А Мирьян замужем была? Конечно была. Так, пошли дальше. Я чувствую, что я совсем не укладываюсь. Ничего, мы еще одно сделаем. Не, не, надо с вами добить. Короче, что я хотел сказать. Значит, надо еще понять одну вещь. Говорится, ушел колодец, когда умерла Мирьян. Но зато он вернулся в заслугу Мушея Аарона. Спрашивается, а зачем было уходить? Если у них есть заслуга. Не надо было уходить. Умерла Мирьян. Ну, хорошо, до сих пор был в заслугу Мирьян. А вот, они достали воду из скалы, ударили по скале, вернулся в колодец. Спрашивается, а зачем он исчезал потом обратно? Отсюда мы очень простую вещь, что тот колодец, который был во время Мирьян, чем-то отличается от того колодца, который появился в результате этих ударов по скале. Понимаете? Иначе нет смысла. Он продолжил быть тем же и все. Правильно? То, что он исчез, а потом Мушея его обратно привел, говорит о том, что он изменился, что-то изменилось в этой воде. Мы не будем сейчас выяснять, что. Я просто обращаю ваше внимание, что пока Мирьян, это женское начало, давало жизненность и так далее, вот этой в тусной торе, это было одно. А когда Моисей своими палками эту воду извлекает, и всем говорит, что такое палка? Значит, галаху. Будете делать так, вот так, вот так, кто не с нами, тот против нас, да, жестко. Это другая тора, это тоже устная тора, это тоже толкование, это тоже некоторый аспект, так сказать, взгляда на тору Всевышнего, понятно? Это же Моисей дает, никто попало, да? И тем не менее, она отличается. Подводим итог. Итог такой. Значит, что такое пустыня? Теперь я возвращаюсь к вам вопросу насчет пустоты. Значит, пустыня, мудрецы сказали такую вещь, они сказали «мидбарга амима». В Ихискеле есть такой пасук, где говорится «Отошли вас в пустыню народов и будут судиться с вами лицом к лицу и так далее». То есть, иными словами, Ихискель намекает нам, что есть такое понятие «мидбарга амим», то есть, можно быть среди народов и чувствовать себя в пустыне. А дальше Раша на месте комментирует этого самого Ихискеля и говорит «это та самая пустыня, по которой ходили 40 лет». Что он имеет в виду? Что мы были не одни в этой пустыне? Что она не совсем пустыня? Что это была не пустыня? Он имеет в виду, что аллегория Ихискеля это та же аллегория, что аллегория Торы. Аллегория чего? Торы. Ихискеля То, что Ихискель говорит «я отправлю вас пустыню народов», он имеет в виду Галут. Я выкину вас из земли Израиля и буду судиться с вами. То есть он намекает прямым текстом фактически на Галут. И Раша нам говорит, что аллегория Торы, где рассказывается про пустыню, про 40 лет пустыни, это та же аллегория, про которую говорит Ихискель. И отсюда вывод, что вот эта пустыня 40-летняя, она символизирует Галут. Мне кажется, это очевидно, а нужно было... Это тебе, да, кажется, что это очевидно? Моисея тоже забыл очевидно. Я хочу другими словами сказать, что, оглядываясь на прошлое, мы должны себе представить будущее, что нас ждет. каждый раз, когда посылали нас в Галуте, мы должны посмотреть, что происходило в сторонном Галуте в эти 40 лет и сделать проекцию на то время, в котором мы находимся. Это возможный вывод, это вполне возможный вывод, это не то, что я хотел сказать, но это возможный вывод. Значит, пойдемте дальше. Галут должен быть откуда-то в Галуте, в Галуте или пошел в Галуте? Они были в Митсрае. Галут это выход-то из куда-то, сюда-то. Выясняется, что можно выйти из Митсрая и оказаться в Галуте. Вот что выясняется. Понимаете? И оказаться в Галуте еще не дошли. Они там были в Галуте, здесь были в Галуте. Это разные виды Галута. Это разные виды Галута. То есть, приехав из СССР, в Аэр-ССР, можно остаться в Галуте? Да, именно так. Именно так. Это так и есть. То, что ты сказал, что выгнать из Галута можно, а из себя выгнать... Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, вывод наш, вывод, он очень интересный. Обратите внимание. Значит, получается, что они 40 лет были в состоянии Галута. Мы это можем понять. Они отказались войти в Аэр-Сесрае. Да, грех отече. Что же это такое, как не Галут? Понятно, что Галут. Очевидно, что это Галут. Что же, они отказались войти в землю. Если они не в земле, то они в Галуте. Это же понятно. То есть, вот эти 40 лет пустыни это Галут. Дальше мы сказали, что на протяжении всех 40 лет вот этого Галута их, эта Тора, которая у них была, устная Тора, толкование и так далее, она их устраивала, она утоляла их жажду. Но в конце Галута, приблизительно перед входом в землю, остался всего год, один, да, Мирья умерла за городу до входа. Вдруг что-то произошло, и это Тора, которая у них была, перестала их насыщать, так сказать, жажду. Поэтому Мирья умерла? Нет, наоборот. Наоборот. От того, что она умерла, исчез колодец. От того, что умерло какое-то руководство вот этого женского типа, да, так сказать, которое давало жизненность, которое давало ощущение чего-то, да, вот от этого, от этого. Она умерла от того, что эта Тора перестала их устраивать? Нет, наоборот. Она умерла и в результате того, что она умерла их Тора перестала устраивать. А может быть, исчез алхабаян. А может быть, как все предусердено, так предопределено. что она умерла? Сколько может? Да, то есть, она умерла, и она умерла именно на рубеже 40 лет. То, что мне сказал Раф Ширки, он сказал такую вещь, что... Почему 120? Что больше 40 лет это не жилет. Он сказал такую вещь, что Всевышний готовит нас в общем-то к тому, что руководство исчезает. Да, что вот эти вот столпы, такие как Муше, Мирьям и Арон, да, Муше, Арон и Мирьям, что они постепенно уходят. Да, они один за другим, они уходят. А вместо них нет замены. Ну, то приходит Яшо, оно Яшо существенно ниже, так сказать, уровнем, да. И дальше мы видим то, что Матрицы говорят, что есть, как сказать, спуск поколений, да, мельчание поколений, это часть Божественного плана. Творец умышленно снижает уровень лидеров каждого поколения. Для чего? Для того, чтобы могли проявиться, проявить ответственность в самые низкие слои, да. До тех пор, пока есть руководители и мы за них можем спрятаться, то ответственность на них? Я че? Я ничего. Другими словами, клик к Рабаним, ребята, не рвитесь в лидеры, дайте воплотиться планам всевышленности. Нет, другими словами, ты смотришь на лидеров, да, на самом деле, Биби, настолько еще выше, чем все остальные, ты на них смотришь и ты понимаешь, что... Биби и Усне Тора это две большие разницы. И тем не менее... Я говорю про Рабаним, которые пытаются выйти в лидеры, ребята, если... где у нас есть Рабаним, которые пытаются выйти в лидеры, и главное, где у нас есть такие Рабаним, которые смогли бы признать лидерами. Ну, двое судят, кажется. так, хорошо. Я просто... Вы поняли мысль, да, основная? Да, мысль мы поняли. Хорошо. Она очень хорошая. То есть, происходит умельчание поколений для того, чтобы в результате проявили ответственность самые низы. Да. Потому что не на кого будет положиться. Уже сегодня мы видим, что нету. Да, еще там, сколько-то лет тому назад был там Раб Авадия Юсеп. Да. Гдоль Адор там все говорили, что вот он такой крутой в Галахе. Сегодня таких нет. Ну, какой он только Каневский. Ну, сегодня Каневский. Но Раб Каневский, понятно, что он не того уровня, как Раб Авадия Юсеп. Да. И он скоро тоже, они все уходят один за другим. А замены нет. Нет. Нету у нас Мортехайлия ушел и Кадурер, Кадурер, и Раб Авадия Юсеп. Нету массу. Нету лидеров, нету гаорных. А что масса? Масса она масса. Я бы сказал, что сегодня есть серьезные Раба Ни. А Раб Ютая Масси? Есть серьезные Раба Ни. Но он был единственным в последнем доре, который брал на себя ответственность менять Аллаху. Да. Ну вот именно. Да, зачем вы менять Аллаху? Нет. Просто быть говорящей головой. Говорящей головой в нашей истории десятки тысяч было, по большому счету. Но он в наше время брал на себя смелость менять Аллаху. А почему он все равно? А почему ты даже про Раба Ни? Мне кажется, что это именно каждый из нас должен. Менять Аллаху, как-нибудь было. Аллаху это Аарон. А мы, Мирьям, мы как бы должны дать жизненность той и каждой из нас. Притворять ее, как бы реализацию, ну, притворять ее жизнь. А почему эти реформистские раввины? А почему раввины? Мне кажется, это вчит каждого из нас. Нет, нет, нет. Слушай, Миша говорит Еридат Дурот. Еридат Дурот. Тут не и речь идет о нас. Мы в таком низу, что нам уже дальше некуда ловить. А те, кто нас ведет, в них Еридат Дурот. Нет? Еридат Дурот. Это Еридат Дурошин. И Рафа Водиаса, он был последний. Не, ну почему у нас звучит то, что еще источник со смертью мирем? Что мы остались без постоянного, надежного источника воды. То есть, надо жить, как-то уметь жить без этого. В этом был мессер вот этой всей истории. Значит, я коротко вам расскажу, потому что время уже позднее. Значит, то, что мудрецы говорят, что фактически должно было произойти что-то типа нового дарования Тора на горе Синай. Потому что Творец говорит иди собери всех. Прежде всего, да? Мы можем прочитать это снова там, пусухим. Он говорит, иди собери всех. И вы дадите воду из скалы на глазах у всех, он говорит. А, да? На глазах у всех. Лейней, колей, да. Возьмешь посох, соберешь всех. Там он говорит старейшин, а здесь все. Совершенно верно. Совершенно верно. там было для лидеров, а здесь для низов. Получилось, здесь уже, это сорок лет. Это в конце сорока лет. А, это уже. Это в конце сорока лет. Теперь смотрите. Там интересная еще есть фраза. Он говорит, что вы должны добыть воду Лейней, колей, да. Нет, вру. Вы должны говорить, вы должны говорить. с этой скале. Нет, он сказал так. Скажите скале. Вот, он говорит, разъединився. Да. И созавер общину. И ты, Аарон брату, и скажите скале перед глазами их, чтобы дала она из себя воду. Совершенно верно. Говори. Извлечешь ты для них воду из скалы. Окей. И напоишь общину. Значит, смотрите. русский перевод скрывает некоторые детали. Еще как. Значит, на иврите это звучит немножко понятнее. Значит, тут сказано скажи... Где это еще раз? Вот. Скажите вот. Скажите скале перед глазами их. На иврите это звучит, значит, дабер эля села лейней лейнеем. на грецу задает вопрос. Когда это происходит, чтобы говорили перед глазами? Надо было сказать льознейм. Перед их ушами, так сказать. Скажи, чтобы они услышали. Это, на грецуне, было продарование Тора. Вот. Совершенно верно. Поэтому они говорят про дарование Тора. Что там видели звуки сказанных. Да, это связано. И здесь идет намек на то же самое, что они увидят то, что вы будете говорить. Понимаете? То есть тут идет намек на то, что произойдет нечто сногсшибательное. Да, то есть соберите всех. Это намек на приход на шея? Это намек? Нет. Дарование Тора. Дарование Тора. Второе дарование Тора. На, нам сегодня. Вот. Я тебя объясню. Я тебя объясню. Это не приход обмашенка. Это идея, что они должны войти в землю. Вот прошло 40 лет, да? Они находятся на грани, так сказать, входа в землю. Вдруг исчезает колодец, исчезает ман, исчезают облака славы. В земле в Израиле нет ничего. Ни того, ни другого, ни третьего. Дальше. В Египте есть Нил. Там ничего не нужно. Там есть вода, так сказать. А тут нужно молиться дождю. Тут зависим. Тут зависим, абсолютно. И что ты будешь делать в этой земле, в которой нет воды, в которой нужно только молиться, надеяться на дожди. И у тебя нету ни того, у тебя нет ни мана, чтобы есть, ни воды, чтобы пить, ни облаков славы для защиты. Ничего у тебя нет. Как ты там будешь жить? Они в полной панике. Ты в потемках, и ты должен работать, чтобы получить кое-что. Да. В потемках. Значит, Всевышний тут им говорит, ребята, спокойствие, только спокойствие. Говорит, поймите, если вы, если у вас есть Тора, то вы можете извлечь из природы все, что угодно. Достаточно сказать слова Торы, и потечет вода. Из камня. Понимаете? Из камня. Понимаете? Не бойтесь. Он должен сейчас научить народ не бояться при входе в землю. Понимаете? Вот это вот, как сказать, вот это... Опираться на Всевышнего на Торе, да? Да. То есть, не просто опираться, а говорить слова Торы. То есть, жить по Торе, да? Скажите, что житье по Торе решает все твои проблемы. Она тебя будет и защищает, и давать питье, и давать еду. Все будет. Главное, жить по Торе. Вот это, ты должен их убедить в этом. Ты должен им показать, продемонстрировать им, что вот это возможно. Понимаете? А вместо этого, что он делает? Создает Аллаху. О! Совершенно верно. Совершенно верно. Вместо того, чтобы показать им, что можно жить по Торе извлекать, так сказать, из природы словами какие-то вещи, да? Вместо этого он бьет. Он создает Аллаху. Совершенно верно. Совершенно верно. Все. Нет, подожди. Тут нужно какой-то программы. Но, так как было сказано, что, хоть о лицах можно было бать пищу, только потому надо тяжело работать. Правильно, правильно. То есть, если искупить грех Адама, то это уйдет, это проклятие уйдет. Совершенно верно. Так Тора нам для этого и дана, чтобы вернуться обратно на уровень Адама и подняться еще выше. Именно об этом идет речь. Что вот, ребята, смотрите, сейчас мы вам продемонстрируем, что можно подняться на этот уровень. Да, в Рамхале написано, что наше поколение должно подняться на уровень Адама, а потом уже будет поднять на уровень Адама. Слушай, конечно. Совершенно верно. Тогда получается, что очень большая часть нашего общества постоянно бьет по скале. Конечно. Вместо того, чтобы разговаривать. И в первую очередь религиозные партии. А Рабонин уже бьет? Не только. А кто еще у нас бьет по скале? Хелонию. Кто? И те другие бьют по скале. Конечно. И те другие бьют по скале. Любая попытка, так сказать, бить... Кто пытается говорить тогда? Пока никто не пытается. Ну, немножко. Хелон пытается говорить. Он не требовал, чтобы машина превратилась. Кто пытается бьем? Бурбин-Мирия. Ведь правда? Он не пытался перевернуть сущности. Он такой, этот... на несколько минут выключил. Да, давай, да. А то мы сейчас всех замучим. Просто у меня жена так продула ее и потом мучилась несколько дней. Сыто, серьезно. Можно под мозганом хорошенько застудить. Выйти на улицу на улицу очень приятно жить. Как так? Ну, хотите, пожалуйста. Еще, Миша, дополнительный довод к этому, то, что ты говорил, что когда они пришли в землю Израиля, они забыли всю ту галаху, которую давал Моше. Да. Понимаешь? Нет, не понимаю. Подожди. Колодец исчез? Конечно. Когда умер Моше, когда умер Моше, исчезло все. Исчезло все. в пустыне обрежье. Не, не знаю. В пустыне обрежье. В пустыне обрежье. Да. Это так говорят. В облаках славы они рождались обрежье. Это один из нас. Не, не, не. Ресуна обрежье. Нужно было сделать брит. Нельзя было брить. О! Ибры. И сделать бредную, потому что есть Аллаха. Даже если ребенок рождается обрезанным, все равно надрезается. Они рождались обрезанными, но все равно, чтобы закрепить. Это может быть это самое. Со Всевышним им надрезанным. Проход в околол. То, что они забыли, Мишка, то, что они забыли Аллаху. Именно то, что учил их Мишка, войдя в арте, все исчезло, они забыли. Это хорошо или плохо? Хорошо, конечно. Это хорошо, правильно? Конечно. Потому что голодная Аллаха должна быть забыта, правильно? Это то, что нужно сделать. Кто-то из мудрецов, у него там было 100 постов, чтобы забыть Тору Бабуеву. Конечно, Бабуеву. Все так. А в голод еще не кончился. То есть, а что мы как-то обозначили. Может, тебе не кончился. Вы хотите перейти на улицу, действительно? У меня осталась еще последняя тема, но серьезно. Для этого нужно... Хотите перерыв какой-то маленький? Нет, я хочу. Давай, я продолжу. Знаешь, когда Шаман перестанет Бубен. Можно выйти? Сейчас я проверю. Давай проверим. Если хорошо, то давай выйти. Хорошо, хорошо. Вы меня вообще запутали уже, вообще ничего не пьет. Что не пьет? Что тут забыли? Почему хорошо? Обожди, потому что она голодная. А где Алиновую тогда должны взять? Ирис очень динамичный человек. Она любит учить новое. Она постаралась можно быстрее. Нет, мы забыли голодную. Нет, мы так же. А кто разработал новые планы? Хотя можно и быть. Давайте пить. Я умею. Они забыли голодную. А где им? Не надо. Папа, придем уже. Ирис, давай. А нет, мы продолжаем быть голодными. Это Ирис уже вышла из голода. Нет, они не были голодными. Это мы. Коммунизм в отдельно взятом доме, он тоже приветствуется. Вот, и уже вышла из голода. Так, вы готовы на следующую тему, Ирис? Да, конечно. Так, поделайте. Нет, ну, что вы сейчас какое-то сделаете. Ну, секунду, я только что сделал. Секунду такой. Окей, значит, секунду такой. Секунду, что у них, что они были в Галуте, что пустыня это аллегория Галута, они длительное время были в Галуте, все это время толкования Тора, которое у них было, то есть устная Тора, их удовлетворяла, их, так сказать, наполняла и так далее. Вдруг, в конце Галута, перед входом в землю примерно, произошло нечто, умерла Мирьял. Что-то произошло, вот, скажем, я сейчас не удаюсь детали, что означает смерть Мирьял. Ну, грубо говоря, руководство умерло, которое вот давало эту жизненность, да. И Тора перестала их насыщать, перестала их удовлетворять их жажду. И это аллегория того, что исчезла вода. Да? Ведь в Торе никакого, в Пшате никакого колодца нет. Это все мудрецы. А в Торе, мы говорим, умерла Мирьял и не стало воды. То есть, значит, им нужна новая какая-то... Да, совершенно верно, им нужна новая Тора, им нужна новое толкование, потому что письменная Тора осталась, она не будет делать. И они должны и сами ее, как бы... Ее должен дать Мусе. И Маше дал. Мусе должен ее дать. Дал как мог. И он ее дает, он ее дал, они ее пили, но дал он ее какими-то, так сказать, такими методами, старыми, что Всевышний ему сказал, дорогой, так с этим поколением нельзя. Они не восприняли... То есть, то, что должно было произойти, освящение имени, не произошло. А того, что ты им дал Тору из-под палки, от этого освящения имени не произошло. И поэтому ты в землю не войди, Маш. А все остальные... Войдут? Нет, да, но они получили Тору не в том виде, в котором должны были... Вот, совершенно верно. То есть, тут есть некоторый изъян. Нужно понять, что та Тора, которую они получили, в ней есть некоторый изъян. Почему? Потому что она им дана была не в той форме. Да? Она была дана из-под палки. И это не та форма, которая позволяет воспринять всю полноту Торы. Понимаете? Я вижу прощения, получается, что все эшивоты это Тора из-под палки. Разумеется. Конечно. Не знаю, все не все. Все? Наверное, вопрос. Наверняка есть сейчас что-то, что... Кто-то учит внутреннюю Тору. Там жизни нет. Не, но есть кто внутреннюю Тору учит. Я бы спросила раньше, вот эти вот все мои вопленивания, какая в этом заслуга? Ну, Маш. Подожди, подожди, давай. Если он не получил, он ее взял. Спицеря. Вот это все ходили, дромели, ну, там, за окном, да. То есть, ну, как бы, в чем они получили и что? Ну, в чем? Это то, что выжили. А, Вардин, мы вошли, как бы, и что? И все забыли. Вот что, надо понимать это. Подожди, подожди. Я не понимаю. Мы получили... Ну, а мы же зашли, ну, не сослужили. И ушла все. Все, вся Тора устная. Ушла. Выбросил. Хорошо. Выкинул. Это она сейчас, да, и забылась. Подожди, подожди. Понимаете, там... То есть, пока что... Я хочу подвести итог. Итог понятен? Да. Ну, что мы с Бгамом каким-то... Совершенно верно. То есть, мы были в Галуте долго, много лет. Мы жаждали чего-то, получили вместо этого, значит, Аллахот. Пили, потому что ничего другого нам не дали. Пили Аллахот. Окей? Но при этом... Но при этом счастливы не были. Окей? Ну, скажем так. После смези Амрия. Амрия, да. Совершенно верно, да. Вот это до сих пор, так сказать, секунда от того, что мы сейчас... Да. Вместо... Мы сейчас живой туры получили набор странных функций каких-то, которые... Она же оживляла ее со старым подходом. Она со своим старым подходом оживляла ее. А все эти товарищи, они говорят, ой, нам что-то не то жмет, и никто из них не оживляет ее, да? Важно, если он... Да, Мири был важный. Его функция не в том, чтобы бить Мирьям. Его функция в том, чтобы пить. Не, ну, если кончилась Мирьям, то твоя функция... Нет. Почему? Надо взять, наверное, ее функцию. Ну, вот я об этом говорю. Почему? Кто из них не стал Мирьямой? Не должен был стать. У каждого своя функция? Ну, может, у каждого человека... Нет, вот именно говорилось о том, что именно должна была быть перестройка, так сказать, машин на новую жизнь. Надо научиться жить без Мирьяма, должна, может быть, заменить ее функцию. Он должен был перестройка, или я не знаю, как бы... Может быть, они не должны были пойти к машине вообще? Может быть, это была ошибка пойти к машине? Окей, но при этом... О, о, о. Нет, извините. Хорошая функция. Что значит ошибка? Что, заниматься самодеятельностью? Да. Может быть. Может быть, именно этого опала? О, ой, ой. Завомни, это у вас. Может, творец от этого ждал. Ты мне запоминать, она у меня все время крутится. Мы сейчас к этому подойдем? Она у меня все время... Это и есть поколение хуцпы, которое должно было раз... Напомните мне потом про хуцпы, я вам расскажу историю. Хорошо. Которая случилась, давайте слушаем. Хорошо. Значит, следующий виток. Тут хорошо сидите на столе, потому что вы упадете, я точно говорю. И за стол держимся. Значит, я вам зачитаю сейчас кусок из зоора, который мы уже однажды читали один раз или даже больше. Вот. Но просто в этот раз я немножко подробнее останавливаюсь на некоторых аспектах. Значит, рассказывается про некое такое существо, которое называется лань утренней зари. Как? Лань утренней зари. Значит... Которую кусают луну. Мы сейчас как раз это будем читать. Которую кусают семей. Значит, смотрите. Этот лань, это символ Израиля. Да, это вот этот лань. Почему она называется Айелит-а-Шахар? Потому что шахар рассвет, да, это геула. И она ждет геулы, да. Лешахер, это чего-то страшно ждать. Шухер шалома. Это вот стремящийся к миру, да, например. Шухер от слова шум. Нет, почему? Шахар. От слова ради. Шахар. От слова шахар. Шахар, да. Вот, да. То есть она вот жаждет геулы. И, соответственно, она там много всего рассказывает взор, там, как она кормит своих зверей, там, и так далее. Я сейчас не вдаюсь в детали. Я зачитаю только маленький отрывок из длинного текста. Значит, говорится так. У вас это есть на вот этом большом листе справа. Когда беременеет она, затворенула она ее, и когда приходит время рожать, кого она рожает? Машеха она должна родить. Это народ Израиля, который должен родить Машеха, наконец. И приходит время рожать. Издает она вопли и гласы один за другим. До семидесяти гласов по числу слов псалма там такого-то. Как сказано, ответит себе Господь в день бедствия. Это песня беременной этой. Святой благозвездный внимает ей, призывая помощь, и выводит огромного змея из чрева гор тьмы. Тут, значит, про что идет речь? Затворено лон ее, да? То есть она не может родить. То есть мы посмотрим сейчас на страну, мы увидим, что народ Израиля находится в состоянии очень тяжелом, так сказать, да? Все ощущают в тяжести ситуации, но родить ничего не могут. Вот все понимают, что то, что сейчас, все плохо. Вот мы голосуем за меньший зол, там, так далее. А что делать-то? А вот никто не знает, что делать, потому что нет ни у кого никаких идей конструктивных, что же, собственно, делать. И семьдесят народов вопят, да? Да, ну, да, естественно. Она вопит по числу народов. По числу народов, да. То есть, такими словами, вот эта ситуация, когда понятно, что должен быть какой-то прорыв, понятно, что должно что-то родиться, наконец, так сказать, из этого всего страдания, но пока что нет выхода, мы не видим, так сказать, да? Вот это вот эта ситуация, что она хочет родить, но лона ее затворено, да? Это песня беременная этой. Святой внимает ей, призывает помощь, и выводит огромного змея. Что такое змей? Зло. Зло, да? Амалек. Зло. Да, зло. Из чрева горд тьмы. Понятно, что тьмы, да? То есть, это сила тьмы. Тот проникает между горами, облизывая прах земли, приходит к газели и кусает ее в то место дважды. Дважды. Первый раз истекает кровь, и он лижет ее. Второй раз истекают воды, и пьют ее все горные звери. Что такое звери? Ну, народы мира. Народы мира, совершенно верно. Если народ Израиля, это вот эта лань, то понятно, что звери, это народы мира. Ну, что, ну, кровь, окей. Воду, воду они пьют. Которые у нее отошли. А кровь лизал змей. Значит, кровь лизал змей, а воду пьют роды мира, да? Обратите внимание. Тогда отверзается чрево ее, и она рожает. То есть, получается, что то, что воды отошли, это еще не роды. Это еще не роды. Это еще не роды. Потом она рожает. Да, отверзается чрево, и она рожает. То есть, перевернуто все, да? Сначала должны были отойти воды, а потом кровь, да? А тут наоборот. Сначала кровь. Не знаю, почему, но так уж. А знаком тебе служит стих, и ударил по скале посохом своим дважды. Это Изора, да? Да? Это Изора, да? Как раз из этого. Это Изора, да. То есть, как раз из этой недельной главы, да? Дважды. Дважды. Первый раз. А также сказаны и пила общины и скот их. И скот их. Скот. Да, и скот. Звери. Совершенно верно. Да, звери. В тот миг святой в Гославе он жалеет ее, и милости фон к деянию змея этого, как сказано, голос Господа разрешает от бремени газелей и обнажает леса. Ну, это Таилим, это все знают, кто его помнит, известный Псалом. Это муки и схватки, пробуждающие 70 глазов, и тотчас обнажает леса, чтобы привести этого змея и открыть ему между ними путь к выходу. То есть, иными словами, тут описывается некоторая тяжелая ситуация, которая разрешится с помощью змея. То есть, сил зла, иными словами, которые кусают народ Израиля дважды. Один раз идет кровь, а второй раз отходит вода. Идет вода. А дальше Творец не наказывает этого змея, потому что он сам же его и прислал. Окей, хорошо. Значит, мне в свое время мой друг объяснил, что это значит. То есть, как бы, из текста совершенно непонятно, какая связь между этими укусами змея и этим стихом, и ударил по скале посохом с вами дважды. Совершенно непонятно. Значит, единственное, что мы видим, что сказано, что змей кусает ее дважды, и Моисей действительно ударил по скале дважды. Больше, как бы, никаких не прослеживается. Комсомая ничего нет. Да. Значит, мне мой друг как-то объяснил это на уровне мифологии, да, что известно, что у Моисея был посох, который, если бросить его на землю, он превращается в зло. Да. И дальше ему сказано, не бойся его, возьми его за хвост. Да. То есть, иными словами, зло, если его перевернуть, то есть взять его за хвост, на него можно опереться, как на посохе, да, то есть оно становится добро. Да. То есть, некая такая аллегория называется. И отсюда мы видим, что вот этот посох Моисея и змей, это на самом деле одно и то же, только вопрос, как его держать, так сказать, применять его для добра, так сказать, или наоборот для зла, да, понимаете? То есть, он может быть и добром, на что можно опереться, и злом, то есть змеем. Понятно? Да. Да, понятно. И отсюда понятно, что если Моисей использует этот посох не по назначению, то есть, когда ему сказали, не бей по скале, да, разговаривай со скалой, а он вместо этого ударил, то это зло. Понимаете? И поэтому этот посох фактически превращается в змея. Да? Да? И вот эти удары по скале, они, в общем-то, оборачиваются вот этими укусами змея. Так, вот зачем нужен был посох. Который, в конце концов, помогая Лане... Посох был нужен для того, чтобы удерживать зло. Не совсем. Для того, чтобы Лань могла родить. Эй, смотри. Она рождает... Позор Лань могла родить только тогда, когда зло придет и укусит. Да. То есть, без зла его... Да. Именно поэтому посох нужен был для того, чтобы удерживать зло, чтобы выпустить зло. Да. Я об этом и говорил. Так... Нет, смотри, тут еще причина следствия. То есть, вот это, то, что говорит Зогор, это порождение уже того, что произошло. Вот именно. А если бы Зоор рассказывает о том, что произошло... Да, причина следствия. Что могло бы произойти. А, это другое дело. Ну, а как мы с... Ну, дворец сказал, возьми свой посох и говори со скалой. Зачем нужно было взять посох, чтобы говори со скалой? Ты же сам, да, говорил. Зачем нужен посох, чтобы говори со скалой? То есть, ответ у тебя есть или ответ? Свобода выбора. Выберите или говорите или плохо? Один из ответов, который здесь напрашивается, это держи змея в узде. То есть, выйди с посохом в руке, держа его так, чтобы оно не было злом. То есть, не оставляй его. Не оставляй зло на своем... А человек со своими повязанными? Да, конечно. Обычно. Конечно. 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 А уж мышь, это уж тем более. А он наоборот говорит, эй, вы нерадивые. А он вместо этого выпускает зло. Да, выпускает зло. Вместо того, чтобы держать. И это вот Симан Тора говорит, эй, вы нерадивые. То есть, такое вот выражение. Потому что они не могут родить. Не могут родить. Хорошо сказано. Молодец. Молик. Тебе супер-бристическое. Это показатель, что действительно Моше не смог, так сказать, удержать это. Он и не пытался. Пытался, пытался. Я думаю, пытался. Теперь смотрите. Пойдем дальше. Значит, я хочу обратить ваше внимание, что то, что сказано в Торе, там есть Всевышний, есть Моше и есть посох. То, что сказано в Зоре, там есть только Всевышний и Змей. И Змей, да, и Змей. И Змей, да, и Злой. Там нету Моше. Ну, потому что это змея. Ну, там сказано, что Творец выпустил змея. Да. То есть, что это значит? Что Моше действовал? Что Моше не было? Не знаю. Значит, отсюда вывод, что есть принципиальная разница между этими двумя историями, да? В одной из них есть Моше, который не просто посредник, не просто посланник Всевышнего, а он активно действует. Его за это наказывают. Если бы у него не было свободы выбора, его бы не наказывали, да? Да. То есть, есть руководство. Да. А в этой ситуации руководства нет. Да? Оно не присутствует в аллегории. Да? Да. Обратили внимание? Да, обратили. То есть, иными словами, мы видим, что на самом деле эти две истории про разные. Хотя казалось бы, что это просто два разных взгляда на одну и ту же картинку, но на самом деле это разные картинки. Как раз. Понятно, что Моше приходит во вторую картинку. Вот, совершенно верно. То есть, получается, что одно является следствием другого. Да, да. Понимаете, что это не просто еще один взгляд на ту же картинку, а что одно является следствием другого. То, что Моше ударил там по скале, обернулось, как следствие, укусами змея. Понятно? Вот то, что я сказал. Причина. Понятно, на каком этапе истории нас укусил змея. Да. Совершенно верно. На каком? На каком этапе истории нас укусил змея так, что пошла округа. Я думаю, что шоуа. Востание Бархохбы, когда была уничтожена третья... Ну, может быть, это проекция и все. Одна, две, две. Было два действия в истории, когда была уничтожена третья лейского народа. Первая после восстания Бархохбы и шоуа. Теперь подсказка. Да. Подсказка такая. Сразу после этого мы кусаем еще раз. Мы сказали, что все это дело происходит в конце Галута. Да. Вот эта вода исчезла. Это наш мошок? Нет, нет, я имею в виду. Я имею в виду, что Мирья умерла на 1939 году. То есть вся эта история с посохом произошла в конце Галута. Весь Галут, всю пустыню. Была вода, и все было хорошо. Их устраивало. Вдруг вода исчезла. Ты еще на процесс осла? Нет, может быть. Нет, я не имею в виду впереди. Ну, ты назвал два варианта, правильно? Какой из них подходит? Ну, шоуа. Шоуа? Шоуа. А второй вкус? Подожди. Еще нет. Еще нет. Не все сразу. Так, не надо великолепить. Вы хотите сказать, что это еще впереди? Не, я про воду имею в виду. Ну, вода уже вышла. Миша. Что? Я про воду, я не про кровь, скажи. Нет, кровь понятно, да? Кровь понятно. Мне кажется, что... А вода нет и кровь. Я не уверена. А что такое вода? Мне кажется, что все народы мира сейчас живут только Израилем. Это, мне кажется, это очень... Дерево. Послушай, Миша. Второго вкуса не было. Не было еще. А воды отходят после второго вкуса. Вода еще не пошла. Ты считаешь, что воды еще не пошли? Вода еще не пошла. Я тоже считаю. А мне казалось, что 1945 год это первый. Это первый вкуса, а 1948 год это второй. А второй вкуса сейчас, Миша, скажешь, это война. Вода отходит после укуса. Окей, то есть... А, хорошо. Вода отходит после укуса. Иран, скорее всего. Иран, скорее всего. То, что Иран... Что персия, это само собой. Ребята, когда Иран на нас бросит какую-нибудь бомбочку... Супер. Я думаю, все поймем. Все арабы убегут. Бомба должна быть белой мишей. Не важно, какую бомбочку сбежала на Ирану. Это важно. Не важно. Но в этот же день, в эту же ночь, на Аленбе выстроится гигантская очередь. И на утро мы проснемся без арабов. Они говорят, что нет такого, что не может такого быть, чтобы... Вот мы... Арабы никуда не денутся. Туфта. Любая бомбочка с Ирана первая попасть. И арабы прекрасно куда-нибудь денутся. Почему? Как почему? А что они будут по-твоему? Куда? Почему на Аленбе? Это что, единственный путь отсюда деться? В настоящий момент? А что, у нас два моста каких-то? Есть Аленбе еще какой-то? Николая не нужна. Какара? Что ж? И Иордания их не примет? И Иордания никто не имеет никакого значения. Это не имеет никакого значения. И есть еще, я не знаю, через Ерофея, я не знаю, куда еще. Может быть... Какая разница? Какая разница? Важная, ну хорошо, как ты свяжи эти два разных твоих рассказов? С одной стороны, мы зашли... Миша говорит, что у нас... У нас мы не с той, кто мы разошли в Эрд-Истраиль. И что-то мы должны были с этим как-то жить и что-то делать. Значит, смотрите, по поводу входа в Эрд-Истраиль, я, честно говоря, не собирался, так сказать, в это вдаваться. Я хотел остановиться на том, что вот у нас в Недельной главе, да, там еще не вошли в землю. Там еще пока что идут разборки, так сказать, еще в Галуте, да. Мирья умерла в Галуте, Арон умер в Галуте, Моша умер в Галуте. Они никто в землю не вошел. Вот, я хочу пока что эту вот аллегорию довести, так сказать, до ума, да. А дальше можно обсуждать, что дальше, что мы, собственно, делаем в земле Израилена. Значит, то, что я хочу вам сказать, значит, я хочу остановиться на первом укусе, потому что второе еще впереди. И то, что я вам в самом начале сказал, что не принято там сильно раскрывать будущее. Вот, то есть, можно намеки какие-то, но нам оно, честно говоря, еще не так сильно открыто, не очень понятно все, как в Италии. Я, конечно, согласен с тем, что ты сказал полностью. Я думаю, что ты права абсолютно. И в плане аллегории тоже. Но, значит, это нам не все тут понятно. Мы можем попытаться, так сказать, давайте так, сделаем еще один шаг, и тогда вы поймете, о чем тут есть, о чем говорить по второму укуса. Давайте сначала разберемся с первым. Смотрите, что произошло. У нас на протяжении двух тысяч лет Галута была некоторая Тора, которая всех устраивала. Да, была. Вот у нас весь Талмуд. Что такое Талмуд? Это устная Тора. Весь Талмуд, он появился в Галуте. Я имею в виду Вавилонский там, да, был Иерусалимский тоже. Но, во-первых, Эр-Сраев в тот момент тоже была в каком-то смысле Галутом, потому что Саня была Галута, да. А во-вторых, все-таки основным считается Вавилонский, да, и Магилат Истер, так сказать. Вообще много книг появились именно в Галуте, да. Значит, если мы возьмем последний Галут, Галута-дом, да, то вот, так сказать, у нас там, вот мы две тысячи лет живем и питаемся вот этой устной Торой, которая, собственно, вот Талмуд, да. Мишна, Гмара, записали. Все, так сказать, все довольны. Все абсолютно довольны. Все хорошо. Что происходит потом? Мы приближаемся к концу Галута. И что вдруг происходит? Что происходит? Происходит очень простая вещь. Происходит, начинается просвещение, которое заканчивается французской революцией. Нет, еще не оскала, а просвещение. Просвещение началось после Галута. Нет, да. Нет, нет, я не про оскалу, я про просвещение. А, ну, рут, то, что называется. Да, Вольтер, там, все это дело. Дальше началась эмансипация евреев. Евреев уравняли в правах. Дальше, как следствие, из этого оскала пошла. Евреи ринулись в университеты. Да, да. И дальше на этом фоне пошла реформа. Реформисты появились. Поняли? То есть, одними словами, в тот момент, причем, чем это сопровождается? Это сопровождается колоссальными прорывами в науке. Теория эволюции открыта, еще масса всяких вещей. То есть, огромные, колоссальные прорывы в науке, которых до того не было. То есть, Творец спустил в этот мир колоссальный свет. И евреи, естественно, как мотыльки на свет, ринулись в университеты, ринулись, так сказать, туда. И на фоне этих наук религия вдруг, которая до сих пор давала жизненность еврейскому народу, она вдруг стала восприниматься как что-то окаменевшее. То, что мешает прогрессу, что-то примитивное, древнее и так далее. Она перестала утолять жажду. Она перестала нас питать. И на этом фоне появились реформисты, потому что они попытались связать, несмотря ни на что, связать жизнь, реальность некоторую. Сторы как-то, то есть, они стали менять Галаху, они сказали, ребята, мы живем по Галахе 2000-летней давности, ну хватит, она нас уже задушила, давайте что-то менять, невозможно так, да? Они стали пытаться что-то менять. В этот момент те евреи, которые были привержены Галахе, собственно, руководство даже, да, ощутило колоссальную опасность, потому что, ну, вы понимаете, реформисты, как бы, если меня сейчас спросят, можно ли начать признавать реформистские евреи, я первый скажу, что нет. Потому что, ну, это понятно, что это издевательство на Тора, это профанация, понимаете? То есть, они зашли явно не туда. И если мы сейчас их признаем и пустим, так сказать, все, куда они хотят нас вести, это, к слову, о том, что ты сказала насчет того, что пытаться придумывать с Галахусами, то есть, вы понимаете, что руководство еврейского Ишуа, так сказать, голодного, да, диаспоры, оказалось, ситуация ужасная совершенно, что народ уходит, часть идут в реформисты, большая часть, да, если вы знаете, подавляющие, что синагог, которые разрушили в хрустальную ночь, были реформистскими, да? Реформистскими, подавляющее большинство. Окей, теперь, какая-то часть народа снимает кипу, потому что, ну, ребята, мы же прогрессивные люди, мы же евреи, так сказать, евреи всегда шли на прогресс. Не может быть такого, что евреи остаются, так сказать, зашоренными, как, да, то есть, как удержать, как удержать ситуацию, понимаете? То есть, что говорит Рав Кук? Рав Кук говорит, что в тот момент, для того, чтобы сохранить баланс, мудрецы Кабалы должны были раскрыть тайны Кабалы, да, чтобы привлечь, чтобы не было вот этого дисбаланса между наукой и Торой. Что тут происходит? Свадьба? Это Зигук. Арабы веселятся. Хорошо. У нас соседи рядом. Ну, понятно. Нет, это Зигук. Окей. Это Салют. Ну, хорошо, тогда можно продолжать. Независимость о ней ситуации. Может быть, 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 может быть. Не, на самом деле, это такая, два раза в неделю выходит. Вы понимаете ситуацию, да? То есть, в этой ситуации руководство ортодоксальное... Он переселяется уже такое. Да, лепит. Окей. Слышали ирис. Переселяется. Да? То есть, в этот момент руководство евреев диаспоры должно сделать некий шаг. Оно должно что-то сделать, чтобы остановить вот это бегство. И что происходит? Проявление... Оно бьет посохом. Что оно делает? Приходит Хатам Софер, который создает ортодоксию, то, что сегодня называется Харидим. Харидим возникли как реакция на реформу. Их раньше не было. Не было такого понятия ортодоксальный еврей. Нет, это когда в каком... Какие годы? 20-е веки? Нет, нет. Это 19-е. Минденсорность, бригады, реформы. Это 1978 год. Реформисты к концу... Ну, значит, даже в начале 60-х... Начале 60-х... Когда была война в Америке, в север-юг... Да, в север-юг, да. Это сейчас, в север-юг, да. Ну, там, ну, 1810-й строят первый темпл реформисты. А да, уже, в 810-м уже? Да, да, уже, да. Потому что в 50-м и 60-м этом уступает, можно сказать, что... Происходит... Хатам Суфер, значит, по-моему, это он произносит... Неум Ахэром, так называемый. В Венгрии? В Венгрии. В Венгрии. То есть что происходит? Он говорит, что те, кто нарушили шаббат публично, они не евреи. Да, у нас, казалось бы, есть Галахан. Исраэль, шахата Исраэльху, да. Еврей, который нарушил, он тем не менее остался евреем. Хатам Суфер говорит, нет, они не евреи. Он говорит, мы не будем... Хадаша, сурминатора, да, новая запрещенная история. Мы не будем менять ничего. Мы будем держаться за самые бессмысленные обычаи. Мы заморозим все, мы будем ходить в этих меховых шапках. Да. Да? Да. Толдо-тороны делятся. То есть это реакция на реформе. Да. И одна из причинений... Он попытался спасти то, что осталось. Он попытался спасти Тору. Мир Тора рушится. Он его попытался удержать. Спросите сегодня Хридим. Они вам скажут, что он спас Тору. И как удивительно, что им это удалось. Удалось. Они это пили. Община пила. Они восприняли это. Они восприняли то, что он им сказал. Да, правильно. Мы будем ходить... Тора нужна, без Тора жить невозможно. Тора нужна. Это то, что они сказали. Я просто говорю, что в состоянии той скалы, в состоянии катастрофического движения реформализма, как ему удалось это сделать? Вот в этом вопрос. Хороший вопрос. То есть ему удалось удержать. Да. Ему удалось удержать. Как им удалось остановить это все? Вы понимаете, что происходит? А членцы всегда были и есть. Правильно. Но сейчас в большей мере, конечно. Да. Но что произошло? Что произошло? Часть. То есть они же все сидели живу. Они же сказали, ты идешь в университет, обратно, домой не приходи. Все. Мы отсидим по тебе живу и забудем тебя. Все. Мы закроем дверь. Это билет в один конец. Обратно не вернешься. Решай. Правильно? Это то, что они сказали. Они не сказали, послушай, у тебя какая-то блажь в голове, мы всегда рады тебя видеть, дверь всегда открыта. Если вдруг что, возвращайся, мы будем рады тебя принять. Нет. Они сказали, мы. Да. Все. Ты с нашей точки зрения, ты умер. Все. Кадиш говорим по тебе. Кадиш. Все. Сейчас так и есть. Сейчас так. Сейчас не так. Сейчас уже давно не так. Сейчас уже давно не так. Это очень интересно. Кто меняет религию. И кто не сидит. Не сидят сейчас, не пью. Сейчас никто не сидит. Ну, палоке нужно сидеть в шиву. Не надо сидеть. Вы понимаете, что это палками или нет? Разумеется. Это палка. Разумеется. Но это палка. Мне кажется, я начинаю понимать. Вторая палка? Первая? Это первая палка. Ну, не знаю. Одна из. Я начинаю понимать. По-моему. До тех пор, пока есть лидеры, пока есть лидеры, он всегда будет бить по скале. Окей? А иначе не удержишь погону. Ну, потому что лидер был заповеданно не бить. Окей. Но и тем не менее. Было заповедано не бить. То есть выход того, что есть лидер, который встанет и скажет, можно не бить, он всегда есть. Иначе бы такого выхода не было. Иначе бы не было Раф Кук. Окей, Раф Кук это лидер, который не бил. Да. Окей? Значит... И его очень, так сказать, подвергли. Зато били его. Окей за это. И такой выход, он всегда существует. Всегда существует для лидера выход не бить, а встать и говорить. Но из того, что мы видим, есть Раф Кук, который не бил. И есть Раф Кук, который... Я не знаю, кто еще кто не бил, да? Вот Лакиджа говорил, да. Я не знаю по-русски. Насчет Раф Кук я не знаю. Хорошо, ладно. Может быть. Но суть такая, что есть лидеры женского типа и есть лидеры мужского типа. Вот небесные. И небесные всегда бьют. И небесные всегда бьют. Ну, можно, наверное, для каждого найдется. До тех пор... При этом... При этом встать и говорить со скалой нужно обязательно. То есть в конечном итоге все равно это нужно потом. Да. И поэтому происходит иридата дорог. Потому что до тех пор, пока есть лидеры, они будут бить. Да. Окей? И для того, чтобы перестать бить, стать и говорить, нужно, чтобы это выросло из масс. Поэтому в конечном итоге лидеры просто исчезнут. Да. Для того, чтобы масса вышла и стала сама говорить. И сознательность у нас поднимется. И откуда придет масс? Ях. Из тех самых масс. Разумеется. Именно женское начало. Разумеется. То есть он как раз и будет этим лидером, который не будет бить. Кто-то из наших мальчиков. Да. Мужчь мой, может мой. Когда шаман перестает бить бубен, то бубен начинает бить шаман. Бубен бить шаманов. Бубен бьет шаманов. Понимаете, да? То есть произошла ужасная вещь. Тогда скала ударит. Из-за того, что наши лидеры, никто из них не знает, как говорится скалой. Ну, я знаю только, как бить. Из-за этого они исчезают. Да. А вот если бы они были как Равкук, то можно было бы им и не исчезать. Ты мне знаешь, пример, как говорится скалой или так на этом? Ну, как бы положительного примера нет. Как говорится скалой? Ну, вот Равкук. 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 и скажите скале вот смотри, интересно тут некая парадокс скажите скале перед глазами их, чтобы дала она из себя воду скажите, чтобы она дала тут же идет извлечешь ты для них воду из скалы некое противоречие или она даст, или ты извлечешь совершенно верно вот поэтому он сказал что если что-то возьми посох сначала говори сначала говори, если не туда то ударишь это как раз это может быть это может быть оборот переводчика это надо наиврить потому что не всегда можно адекватно перевести и начинает играть игровое слово все так, но как раз то, что вот сейчас Миша говорил и то, что вот сейчас ты нашел это понимание того, что нельзя по пшату тут рассуждать по пшату ты просто спотыкаешься и все, и если честно ты не можешь идти с этой водой здесь явная аллегория ту, которую сейчас ты раскрыл на самом деле в первой части в первой было, что надо идти куда-то было на эту гору, на которой он там стоял ждал, и вот это далеко причем он шел только со старейшинами да а здесь он говорит, что ты все со всем народом придешь допросишь и скала тебе даст воду но в то же время и ты извлечешь из нее воду вы знаете извлечь можно словами я говорил со словами в результате этого извлечешь перед... извлечешь это не значит не обязательно для них воду из скалы извлечешь это извлечешь а он не планировал идти никуда это они ему выраживают отнеслись к тому, что первый потоп это была попытка дать топ это то, что уничтожила землю вопрос если мы говорим, что вода это устное топ получается, что первая попытка анарктическому миру дать какие-то законы уничтожила мир это же была... чья попытка? эммм... спасибо и я скажу больше того метраж говорит, что не вся земля была затоплена не вся, да и не все... да и не все... да, разумеется ну там... есть еще и Китай его затоплена и потом... вот вопрос что такое попытка какую Тору дать людям и каким... и какими... давай так... давай отложим на минутку в сторону этот вопрос у меня есть некоторая догадка как тебе ответственность можно даже отложить на следующий раз можно, да ну давайте мы сейчас доведем до конца это значит, смотрите я хочу... я хочу... я хочу бросить... давайте мы к змею вот, совершенно верно совершенно давайте мы к змею не, ну он же про шоады должен сейчас значит, здесь нужно хорошо сидеть на стуле да, давай смотрите значит, смотрите по поводу связки да, по поводу... как удары по скале приводят к укусам змея значит, в результате того, что сделал Хатам Суфер вот он создал вот эту ортодоксию, да хоридизм, да в результате этого в результате этого те, кто вышли из традиции из лонотрадиции там, в университеты пошли те, кто снял кипу и так далее, да они стали восприниматься как враги понимаете? то есть не было воспринято никакого позитивного зерна в этом течении при том, что я понимаю, что там реформисты это зло там и так далее, да но вы понимаете, что вот эти люди, которые пошли в университете они в результате построили государство Израиль да то есть в сионизме на самом деле было заложено очень сильное огромное позитивное зерно колоссальное может быть часть, да часть, конечно я не очень понимаю, почему они потому что они привели к другим катастрофам то есть почему именно они построили а кто построил? а кто построил? светский сионист? а кто построил? герцог нахад идея вся кто-то из Харидим выстроил эту идею? кто-то из Харидима выстроил эту идею? ну то есть это раз все тут живы это одно идею как раз выстроили религиозные извините идея государства Израиль да все правильно был Веневский гаунд который, значит, их очень гладил а потом идея государства зародила реализация и идея мессианская идея не сработала а идея убежища – сработала идея убежища – идея тех самых Stroh а мессианская идея – это мессианская идея и она не сработала но у меня такое чувство, что мы идем Государство Либерман Либерман Сейчас, секундочку Подожди Освоположник был Как раз как он из Вильна Всему идею Да, но реализация Из Вильна был Освоположник мессианской идеи Которая в тот момент не сработала Хотя могла бы Послушайте Сейчас мы к этим вернемся Что произошло В результате того, что сделал Хатан Сафер Он прочерчил очень жесткую стену Он сказал, что все Кто не с нами, то против нас Мы отсидим с шиву и обратно не пустим Он сказал, давайте проведем черту Мы здесь, они там Это понятно? Да То есть, иными словами В результате вот этого Он удержал ситуацию Он молодец Моисей тоже пытался удержать Да, Моисей колоссальный лидер Который, так сказать Старался ради небес Он тоже не случайно бил палками Да То есть, это та же идея Нужно удержать ситуацию Что ситуация выходит из-под контроля Ее нужно удержать Понимаете? И он удержал теми методами Которые были ему доступны И тут мы видим, что вместо того, чтобы понять Что творец не делает ничего зря Что то, что творец прислал колоссальный свет в этот мир В виде науки В виде раскрытия науки В виде оскалы и так далее И то, что евреи ринулись на этот свет Это божественный замысел И в этом, несомненно, есть какая-то колоссальная искра Божественная искра Вместо того, чтобы это понять И отнестись к этому с пониманием И сказать, да, ребята У нас сейчас есть проблема Но давайте заложим основы для решения этой проблемы Давайте оставим двери открытыми Давайте дадим им возможность вернуться Давайте попытаемся что-то сделать Чтобы не было раскола Вместо этого было сделано ровно противоположно Он фактически провел черту Он фактически построил стену Хариддин до сих пор живут за этой стеной Они не хотят интегрироваться И дело вовсе не в том, что в армии нельзя обеспечить кашрут Там можно обеспечить кашрут Дело в том, что они не хотят ломать эту стену Правильно Понимаете? А я через сто лет Равкук сказал, что вот выход евреев Как говорится, из рамок хариддизма, будет говорить так Вот Хазара башила В этом есть положительный момент Возвращаясь потом Евреи приносят в юдаизм очень много нового Разумеется Разумеется Вот То есть он тем самым А он сказал, что она не повезла Потому что она бы кончилась со стороны доезжать для того, чтобы начать новое На другой ступени Тем самым он наставил, как говорится, петах туха для тех, кто захочет Ну, можно ли было этого избежать? Можно ли было делать? Нужно ли было такое? Раз мы же наказали, значит было можно Если бы выбора не было, его бы не наказали Это четкий критерий Теперь смотрите Теперь про змеи Вы понимаете, что в результате того, что возник раскол, началась война между светскими и хариддим Вы, наверное, помните, что сионисты светские давали сертификаты на въезд в Израиль, в Эрд-Сесраиль Только светским Да Помните? Разумеется Они не хотели здесь религиозно Разумеется То есть пускай они там гибнут, все в катастрофе Неважно, мы не пустим Понимаете? Да То есть была война очень жесткая Светские вернули войну Деологическая Конечно Светские вернули войну фактически Те сказали, все, мы вас, так сказать, не признаем Если вы не с нами, этого против нас А светские вернули эту войну Сказали, да, хорошо, мы принимаем, мы поднимаем перчатку Мы тоже будем с вами воевать Да Как вы с нами Мы не признаем Мы не признаем Светские попали в Эрд-Сесраиль, потому что хариддим были готовы взять Уганку Это светские настоящее на том, что Эрд-Сесраиль будет здесь Ну хорошо, понятно Понятно, что у всех есть какие-то застоги, такие лисики Я говорю сейчас о другом Я говорю о том, что когда в народе Израиля происходит раскол То кто приходит? Амалек 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 Кстати, Марик, я с тобой не узнал Нет, вот этот змей То есть вот эти удары палками привели к укусам змея Вот что говорит нам Зор Он нам говорит, тебе будет основанием стих ударил палками дважды То есть мы видим, что оказывается есть связь Прямая связь, на которую Зор нам намекает Понимаете? Почему же модельцы Тора, именно Каббалы, не внушают им это? Хаидзином Они же являются, но авторитетом Нету лидеров Когда человек, лидер действует в определенной ситуации Он действует из лучших побуждений и пытается сделать максимум того, что он может Значит, в тот момент Хатам Суфер сделал то, что он мог, чтобы спасти Тору Он исходил с того, что самое главное это спасти Тору Это самое важное И это говорят до сих пор Харадеи мои друзья Что самое главное это спасти Тору Почему они сейчас не идут там в армию работать, потому что они говорят, ну как Потому что самое главное спасти Тору Понимаете? Вот идея И понятно, что Моше, который дал Тору, ему эта идея очень близка Самое главное спасти Тору Причем они вам скажут, что народ Израиля без Торы не может Он без Торы погибнет, это уже проверялось Пожалуйста, пошли там в реформизм и ассимиляция, там не знаю что Или катастрофа, не важно, да? То есть как бы... Понимаете? То есть у каждого есть своя правда Не то, что у нее нет У каждого есть своя правда Моше тоже, когда мы говорим, что Моше согрешил То надо понимать, что его грех, так сказать, это не наши грехи Его грех очень высокого порядка То есть он действовал в той ситуации, чтобы спасти то, что можно еще спасти Он так это видел, понимаете? Творец ему сказал сделать по-другому Но он, видимо, не видел такой возможности в тот момент Не понимал, как это сделать Понимаете? Он не смог Он не смог выполнить эту митю Не смог То же самое Хатам Суфер Почему Равко говорит, что нужно было раскрыть тайны Кабалы, чтобы привлечь всех этих, которые сняли Кипу? Кабала это та самая Тора земли Понимаете это? Это Молхут, это та самая Тора земная Не свыше, которая там тебе око за око, зуб за зуб А именно вот та, которая питает, которая дает утолять жажду Именно вот эту Туру надо было извлечь Это то, что говорит Равко, по сути Если мы задумаемся, что вот в тот момент Надо было дать, напоить эту общину, так сказать, этой водой А вместо этого что? А вместо этого палками ударим Да? Понятная идея? Вот Значит, теперь Это одна палка Я дам намек про вторую Я не буду вдаваться деталям Во-первых, потому что мне самому еще они не ясны Я думаю, что нам всем еще не ясны Потому что еще этого не произошло И поэтому нам трудно связать Вот Но намек, тем не менее, я дам Из того, что понятно Значит, во-первых, понятно, что раз две палки было Два удара Значит, между ними есть разница Потому что если бы разницы не было Достаточно было бы одного удара Какая-то качественная Качественная разница Скажем так Теперь смотрите На основании того, что нам понятно про первый удар Можно сделать выводы про второй Значит, первый удар был нанесен Тогда Точнее, по-другому Укус змея Да, укус змея Не знаю, как лучше сформулировать Идея такая В тот момент, когда общество Пришло к уровню развития общественного сознания Который мы называем условно Машех бен Юсеф Да, то есть тот, кто строит материальные атрибуты нации Да, вот в тот момент Произошел раскол Ну да Потому что часть еврейства не приняла это новое сознание Да, пришли сионисты С идеей, что нужно восстанавливать государство Что нужно восстанавливать армию, правительство, независимость В светской лехе в программе было написано восстановление третьего храма Не просто так Да, это самый Герцель тоже там писал, что все время, что он писал свою книгу Он ощущал, что над его головой как будто светильник горит Да То есть там было много всего Да Были чисто мессианские такие настроения на самом-то деле у них Это не то, что они там были чистые материалисты И ничего святого у них не было Это неправда Это неправда Да Значит, ну в тот момент, когда вот это общественное сознание возникло Да То Другая часть еврейства его не приняла И начался раскол Да Да И вот фактически мы говорим о том, что вот этот удар палкой Вот эта вот глаха, которую привнес Хатам Софер Она привела к тому, что вот эта мессианская Тора Мессианская в данном случае Машеха бен Йосефа Не была воспринята Харидим Харидим ее не восприняли Да Она была осечена Да Отсечена Отсечена Это и есть раскрытие Таин Торы Таин Кабалы Откуда мы знаем всю эту идею про Машехизм Про Тора Тамашех из Кабалы? Больше нет Да, разумеется, мы знаем ее из Кабалы Но мы знаем ее потому, что есть люди, которые на это настроены Конечно Которые Которые Не находятся здесь А находятся здесь и они готовы и хотят понять процесс А если есть человек, который Ты пытаешься их оправдать или ты пытаешься их объяснить или что? Объяснить Объяснить Я с тобой согласен У каждого процесса есть объективные причины Это совершенно понятно, конечно Но, де-факто, я пытаюсь сказать, что раскол и соответственно укус змеи произошел тогда, когда в обществе возникла идея создания государства Да? То есть вот этот уровень общественного сознания, который мы называем Машех Баньосе Саму идею ты называешь укусом змея? Нет Укус змея это катастрофа Тогда Но катастрофа пришла на фоне раскола А почему возник раскол? Раскол произошел на... А, ты объясняешь, в какой момент пришел Амалек? Где Амалек? Амалек пришел, когда раздор, потому что что говорит Аман? Аман говорит, есть народ разрубленный и разбросанный, да? Ешну ам эхадам и фузарам и фурад Правильно? Это же основное обвинение Амана Он нас обвиняет в раздробленности Он говорит, есть народ единого Ешну ам эхады, да? Народ единого Который вместо того, чтобы быть единым И демонстрировать единство в этом мире Вместо этого он раздроблен Это основное его, так сказать, обвинение То есть, ты объясняешь, в каком... Что было... Что было корнем... Шар Я не только это объясняю Вы же говорите, что он явился тем человеком, который как бы должен был объединить Который он должен был... вот этот раздор... Нет, Раф Кук родился после Раф Кук обвинял Подожди, он же в 1920-м каких-то годах тут был Он в 1935-м уже умер Он в 1935-м уже умер В 1935-м он приехал в Израиль В 1925-м он приехал в Израиль В Харидин и Светский Вот так Нет, конечно Нет Религиозный сионизм... А, да Религиозный сионизм, да Это синтез Казалось бы, это может соединить народ Да Да, но за него не пошли Его не приняли Его не приняли Мы виноваты, что нам дал Всевышнего такого Он дал лидера, да А его не приняли Он дал лидера, да Ну сказать, Светский даже в чем-то... Был шанс Его приняли отчасти, так сказать А сейчас, что мы видим в религиозном сионизме О, ужас Хардализация Происходит Или хардализация или филонизация То есть, да Вот Или туда или туда То есть, опять разделены Ну а скажите, а момент на второй удар какой? Вот Я сейчас про это и говорю Не, не, не Я приближаюсь ко второму Значит, я говорю вот о чем Что из того, что возник раскол Мировоззренческий раскол, да То есть, еще раз Катастрофа произошла в результате раскола Раскол произошел на... По мировоззренческим мотивам, да Значит, мировоззренческие мотивы разделились в результате того, что появилось светское сознание Да, вот те, кто пошли в университет и так далее И в результате потом они же стали сионистами, да, светскими, да Это некоторое светское сознание, которое раньше не было, да То есть, в тот момент, когда оно родилось, условно говоря, да В этот момент пошел раскол между ним и традиционным эврейским сознанием, да? Понятно? Да, понятно То есть, это корень раскола, да? То есть, ну хорошо, эти еще ударили и разделили со всеми, да? Прошу прощения, я даже объявлю наглость, скажу, что марксизм это следствие раскола Произошедшего Да, в том числе, конечно Не, ну хорошо Марксизм произошел из-за раскола Да Я так сказал Да Вот, но я-то другое пытаюсь сказать Я пытаюсь сказать Что там Олег? Нет, это идеология Произошедшая из-за раскола Марксизм Он себя перестал чуждать евреев И написал И дописал И накатал телегу на два тома Да Кстати, прекрасная книга Прекрасная книга Прекрасная Окей, ладно, давай Я пытаюсь сказать вот что Что мы видим, что когда появилось общественное осознание Под названием Машех бен Юсеф Произошел раскол Правильно? Общественное сознание Когда появились светские Сознание под названием Ну, хорошо Мы называем Машех бен Юсеф то, что сегодня грубо называются светскими Да Но на самом деле Машех бен Юсеф совсем не обязательно светский По духу Это некое движение мысли Это некое движение сознания Правильно? Когда у нас идет спор между Юсефом и Иудой Никто из них не светский Вот именно Но тем не менее Там есть между ними Вот эти корни Вот этого Будущего разделения Да Правильно? Да, правильно Миша, все было бы хорошо Но в твою красивую картину Красивейшую картину Не вписываются Вильнюсские гаоны Первые хасиды Понимаешь? Да Вот Объясните Как он вписывается Потому что Мне кажется Это был бы самый идеальный путь Который Мог бы быть Это был бы идеальный путь Вильнюсский гаон Так же как и Раф Кук Это был бы идеальный путь Машех который бы говорил со сковой Вы Говорил Вы Да Какого не случилось Да А почему Вильнюсский гаон Не приехал в Израиль В конце концов Ну да Почему? Потому что он стал маше Потому что он Потому что он стал маше Он приехал Он в поезде Он ехал в Израиль Он в поезде Почувствовал что он маше Он не может войти в Израиль Ребята Что мы курим Так Да Это мы говорили Так И если он стал маше то что он сделал Вернулся Он понял что в РССР Он не может зайти Это я понимаю Это он понял Еще что он сделал Еще что Что здесь написано что маше Поехал до Амстердама Оттуда поехал назад А вот так вот что он делал в Амстердаме Вы слышали что написали что в Голландии запрещают курение вообще Вернулся Вернулся Вместо России нужно ехать в Голландию Потому что они посмотрели на нас Ну если вы взрослили Подожди А что он сделал Он доехал до Амстердама До чего я не дохожу Ударил Ударил ну окей Конечно он ударил В каком Вернулся Местна где мы и хасили Конечно Он же раскол Аааа Ну дааа Я думала про это Но мне кажется что это не оно Почему Он тоже раскол Он сказал что это не было Конечно Это был раскол Он не хотел говорить с новыми людьми Которые пришли и сказали Мы такого не хотели Я не знаю Это был раскол А мне кажется почему Это как раз очень ярко Это очень Да Они хотели по-новому уже По-другому А он сказал ничего подобного Вы там себе Это что-то похожее Да Смотри Я утверждать не берусь Я тоже Я утверждать не берусь Послушайте Окей Я Я Я Я Что он сделал, он выпрыгнул в окно, когда пришел к тебе, когда хотели пришли. Так, давайте еще пять минут, и я думаю, что мы завершаем. Значит, то, что я пытаюсь сказать, что когда приходит Машех, первый Машех в данном случае, Машех бен Йосеф, происходит раскол. А это как бы неизбежно? Это избежно, но фактически это произошло. Потому что отсюда можно догадаться, что когда придет второй Машех, будет объединение, да? Нет. Перед тем, как он придет, когда общественное сознание дозреет до этого уровня, то снова будет раскол. Будет раскол, потому что придет змей, чтобы укусить еще раз. Змей придет как следствие. Змей приходит как следствие раскола. Раскол! Раскол будет? Да. Так вот, получилось, что в Чаваевсе на днях эфиопские... Насчет раскола, смотри. Что мы читаем? Мы читаем, что он кусает, и в результате кусания 70 народов бьют источника от Торы. То есть тут может быть вполне не раскол. Да, но кусает змей... Небольшая трещина. Воды не отходят сами. А змей не приходит без раскола. Воды не отходят сами. Воды отходят в результате укуса змея. А, сам укус это уже... Ну, змеется. Воды уходят в результате того, что зло доходит до своего апогея какого укуса. Можно вам задать всем вопрос? Давай. Что вы со всем этим будете делать? Ну и что вы курите? Нет, я уже понял. Вы не только курите, вы еще и нюхаете. Вопрос в другом. Что со всем этим делать? Вопрос в другой. Как выжить во всем этом? Это тоже вопрос, что понюхаешь. Вопрос, что с этим всем делать, ребята? Во-первых, это формирует некоторые отношения к тем, кто бьет по скале. Будь то религиозные, будь то светские. Это понятно, что это тупиковый путь. Бить по скале – это всегда тупиковый путь. Будь то там хардаль какой-то, который пытается навязать себе соблюдение шабата. Понимаешь? Будь то либерман, который пытается навязать себе там какую-то свою светскую адженцию. Это путь канадки. Получается, любое, что пытается навязать – это плохо. Хорошо. Тогда, получается, ребята, давайте воспитывать... Мы чуть-чуть перерешили. Ну все, мы закончили, на самом деле. Спасибо. Миша, я знаю, что тут на три урока было. Да. А в отношении тех книжек, которых тебе нравятся, две эти толстые книжки, когда мне начнут платить зарплату, они эквивалент моего труда. Большое спасибо. Вот тогда я скажу, что это книжки хорошие. Спасибо вам. Спасибо. Послушай, там такая... Не, ну книжка по-другому, да? Там такая... Там столько куры в этом книжках. Спасибо вам, да? Спасибо. 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 Спасибо.